И медленно сочилась река Лот. Я написал повесть об испанской войне, вернее, назвать эту книгу «Записями о событиях и людях». Один из героев повести, немецкий эмигрант Вайтер, едет в Испанию, чтобы сражаться против фашистов. В окно вагона видно море. Хорошо здесь, думает он, камни, рыбацкие сети, виноградники, тишина. Что человеку надо? Здор. Много надо. Очень много. Еще туннель. Вот и война. Повесть я назвал «Что человеку надо». Это мысли героя и автора между тишиной мирной жизни и начавшейся надолго войной. Я мог оторваться на несколько месяцев от жизни военного корреспондента. Но уйти от войны я больше не мог. Есть полевые бинокли, полевая почта, полевые госпитали. Мое поколение получило в подарок долгие полевые годы. Бомба упала близко. Из окон посыпались осколки. Я услышал отчаянный женский крик. Кажется, кричали многие, но один высокий голос покрывал все. Я растерянно оглянулся, встряхнул с себя пыль и пошел в сторону крика. Бомба упала на большое кафе, наполненное посетителями. Потом мне сказали, что было 58 жертв. Женщина продолжала кричать. Не знаю, ударила ли ее воздушная волна или убили кого-либо из близких. Она не отвечала. Четверть часа спустя приехали пожарные, санитары. Увезли раненых. Пожарные долго откапывали трупы. Я пошел в гостиницу. Хотел было сообщить в газету, потом раздумал. Редакция меня предупреждала, что почти все полосы посвящены предстоящим выборам Верховный Совет, да и отрадного тут мало. Дня три спустя я передал очерк «Барселона перед боями». О бомбежках упомянул бегло. Писал, что город готовится дать отпор фашистскому наступлению. Статью напечатали через день после войны. Из моих старых друзей и знакомых мало кто остался. Многие советники вернулись на родину. Не было больше и Антонова Овсеенко. В домике на холме Тибидабо сидел Савич над кипами газет. К нему приходили испанцы. Когда у него бывал кофе, маленькая, хрупкая, как будто вырезанная из слоновой кости Габриэлла, угощала гостей. Почти напротив дома, где жил Савич, помещалось наше посольство. Гайкиса давно отозвали в Москву. Его заменил поверенный в делах Марченко, Мандолян. Я остановился все в той же гостинице «Мажестик». Там жили некоторые наши советники, немецкий журналист Киш, Марте Гейсманс, Изабелла Блюм. Иногда среди ночи стучался коридорный «Тревога! Идите в убежище!» Я знал, что он не отстанет, одевался и шел вниз в вестибюль, стоял там или выходил на улицу. Мы делали все, что делают люди при таких обстоятельствах. Зябли, позевывали, старались убить время разговорами. Марта любила поизвить, поспорить. Все равно о чем. О живописи, о стратегии или оп, сук. Киш шепотом спрашивал меня, правда ли, что Пильняк оказался японским шпионом. Жаловался, что Третьяков не отвечает на письма. Изабелла угощала шоколадом. Я его жадно проглатывал. Еды было мало. Мало было и работы. Известия отводили испанским делам все меньше и меньше места. Разворачивались большие события в Китае. Полосы были заняты Конституцией, предстоящими или прошедшими выборами. Меня пригласили на пленум писателей, посвященный Руставели, который должен был состояться в Тбилиси. Предложение было соблазнительным. Увижу старых друзей, Тициана Табидзе и Паола Яшвили. Будут тамада, тосты, шашлыки. Да и давно я не был в Москве. Два года. Нужно посмотреть, что у нас делается. В буржуазных газетах пишут, будто много арестов. Но это писали и раньше. Наверное, как всегда, раздувает. Мондо Абрера описывает праздник по случаю новой Конституции. Ее называют Сталинской. Увижу Ирину, Лапина, Бабеля, Нейрхольда, всех друзей. Мне захотелось передохнуть, отвлядься. И я позвонил Любе в Париж, что 20 декабря заеду за ней. Поедем в Москву на две недели. Тут-то Марченко мне сказал, готовится серьезная операция под Теруэлем. На этот раз о намеченном наступлении мало кто знал, и фашистов она застала врасплох. Что делать? Я решил, что пробуду под Теруэлем до 18-го, увижу первые дни боев. Я поехал в Валенсию. Там было необычайно тихо. Правительство месяц назад переехало в Барселону, и город зажил мирной провинциальной жизнью. Только что впроговать. Я повидал кое-кого из испанских друзей. Было тепло, свели в садах розы. На побережье изнемогали деревья, обвешанные золотом апельсинов. Путь шел в гору. Вот уже исчезли сады. Подолстивирепый ветер. Мы поднялись на тысячу метров. Стоял туман. Лицо хлестала поземка. Под Теруэлем было холодно. Нестерпимо холодно для испанцев. Кажется, мороз доходил до 12 градусов при сильном ветре. Камни покрывались слоем льда. Люди падали и ползли вверх на четвереньках. Ровно год назад, в декабре 1936 года, я побывал у Теруэля. Тогда тоже было холодно. Пытались взять город, который клином входил в территорию, занятую республиканцами. И ничего из этого не вышло. Я сразу увидел, что на этот раз было больше порядка. Дивизии выглядели лучше. Даже в дивизии СНТ, которой командовал анархист Диванковс, не было живописной бестолочи, забытых всеми центурий. Накануне наступления 40 республиканских бомбардировщиков бомбили вокзал позиций фашистов, дорогу на Сарагоссу. Это приподняло всех, и наступление началось удачно. В первый же день республиканцы продвинулись кое-где на 8-10 километров. Я был на КП испанской бригады. Никогда не забуду того дня, даже в трагичной и щедрой на фантастику Испании я не видел подобной картины. Кругом были рыжие горы, и Теруэль с его башнями выходил на средневековую крепость. А над ним висели свинцовые и фиолетовые тучи, раздираемые ветром. Туман прошел, свет был очень ярким, тени глубокими. Снова залет бомбардировщиков. Все вместе это было сочетанием доисторической природы с современной военной техникой. Солдаты ползли по скалам, падали под пулеметным огнем, ползли другие. Ветер все крепчал. У Брунета все мечтали о тени, а здесь хотелось хоть на минуту залезть в дом, отогреться. Взяли деревню Станблас, подошли к шоссе. Неприятель оказался окруженным. Дорогу наши держали под пулеметным огнем. Я передал по телефону очерк о боях за Теруэль. Говорил об успехах, но помня Бриуэгу, Брунете, осторожно предупреждал, при иной ситуации мы могли бы сейчас заняться догадками о судьбе Теруэля. Однако сейчас вопрос идет не об овладении теми или иным политически значительным центром, а о стратегических заданиях. Если бои, которые сегодня начались, потревожат противника, подготовлявшего удар, то можно будет сказать, что достигнут крупный успех. Мне хотелось верить, что Теруэль возьмут, но я боялся ввести в заблуждение читателей. На второй день вечером я нашел Григоровича. Он только вернулся с наблюдательного пункта, продрог. Мы ели горячий суп, налитый в глиняные крестьянские миски. Григорович сказал, что завтра должны занять городское кладбище, а мне завтра нужно двигаться. Вот обида. Не увижу развязки. Григорий Михайлович, как по-вашему, возьмут Теруэль? Он сказал, что Южная группа отстала. Все же дела идут неплохо. Город должен пасть через несколько дней. Воздушная разведка, однако, установила, что Франко перебрасывает в Арагон дивизии, освободившиеся после ликвидации сопротивления в Астурии. Видимо, Теруэль возьмем. А сможем ли удержать, не знаю. Мы подбрасываем горсточку о немцы с итальянцами, о хапку. «Какой народ хороший!» И лицо Григоровича изменилось от ласковой улыбки. «Я человек военный, и военному здесь трудно, хлебнул горя, но народ замечательный. Наверное, скоро уеду, а вот Испании никогда не забуду. Мне Кольцов говорил, что они честные, а не в том дело, что жуликов мало, хотя это тоже правда. Честь, кажется, понятие устаревшее, то есть слово, правда. А здесь зайдешь в хату, он и грамоты не знает, но обязательно честь, прямо рыцарь какой-то. Больно за них, очень больно. Вот вы напишите про все, не теперь, так через десять лет. Вы и про наших скажите. Вы ведь знаете, мы старались. Все наши Испанию полюбили. Это многое объясняет. Зазвонил телефон. Григорович выругался. Потом сказал мне, вот чего не люблю. Связь, кажется, обеспечили. А вот артиллеристы не знали, что пехота за конкудом, начали бить по своим. К счастью, плохо стреляли, но впечатление отвратительное. Я сказал, что завтра уезжаю в Москву, вернусь через две недели, надеюсь его встретить в Теруэле. Это хорошо, что едете. Увидете, как там дома. До скорого. Ночью в Барселоне я простился с Хемингуэем. Да мы скоро увидимся, сказал я. Ты ведь в январе будешь здесь. Больше я его не увидел. На столе у Марченко лежала правда. Я узнал, что Григорович выбран в Верховный Совет. Чечено-Ингусская АССР Штерн Григорий Михайлович. Марченко говорил, завидую. Новый год встретите дома. Ну возвращайтесь поскорее, а то у нас один Савич остается. Я весело сказал, до свидания. Мы и потом повторяли эти слова, хотя наступали годы, когда никто из нас при любом расставании не знал, что впереди. Честнее было бы говорить прощай. Я больше не увидел ни Григоровича, ни многих других мексиканцев или ингольегов. Мы ехали, минуя Германию, через Австрию. В Вене нужно было переехать с одного вокзала на другой. Город мне показался беспечным. Я не знал, что через три месяца в него войдут германские дивизии. Где-то на вокзале я купил газету. Республиканская армия взяла Труэль. Я сидел в темном купе, и перед моими глазами вставали рыжий Арагон, Аугуста с его присказкой опять тебя куда-то несет. Молодые бойцы с поднятыми кулаками, кровь на мостовой Барселоне, смутная улыбка Григоровича, несвязные видения оставленного мною мира. Вот и арка Негорелова. В вагон вошел молодой красивый пограничник. Я ему улыбнулся. С таким я дружил в Алкало-деонарес. Не вытерпел и сказал «Ат Труэль-то взяли?» Он тоже улыбнулся. Вчера было в газете. Можете пройти в таможенный зал. Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись. В такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило. Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны. «Что это значит?» спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила «Я так рада, что вы приехали». Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила «Ты что, ничего не знаешь?» Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях. Лови на имен и за каждым одно слово взяли. «Микитенко?» «Но он ведь только что был в Испании, выступал на Конгрессе». «Ну и что?» ответила Ирина. «Бывает, накануне выступает или его статья в правде?» «Я не мог успокоиться. При каждом имени спрашивал, но его-то почему?» Борис Матвеевич пытался строить догадки. Пельняк был в Японии. Третьяков часто встречался с иностранными писателями. Павел Васильев пил и болтал, Броно Ясенский поляк, польских коммунистов всех забрали. Артем Веселый был когда-то перевальцем. Жена художника Шухаева была знакома с племянником Гога Беридзе. Чаренцы слишком любили в Армении. Наташа Столярова приехала недавно из Парижа. А Ирина на все отвечала «Откуда я знаю? Никто этого не знает». Борис Матвеевич смущенно улыбаясь посоветовал «Не спрашивайте никого, а если начнут разговаривать, лучше не поддерживайте разговора». Ирина возмущалась «Почему ты меня спрашивал по телефону Промирову? Неужели ты не понял? Взяли ее мужа, она приехала и ее тоже забрали». Лапин добавил «Теперь часто берут и жен, а детей отвозят в детдом». Вскоре я узнал, что из испанцев пострадала не только Мирова, узнал о судьбе Антонова Авсеенко, его жены, Розенберга, Горева, Гришина, да и многих других. Когда я сказал, что в Тбилиси мы увидим Паоло и Кициана, Борис Матвеевич изумился. «Вы и этого не знаете?» Табидзе взяли, а Яшвили застрелился из ружья. На следующее утро я пошел в известие. Встретили меня хорошо, но я не увидел ни одного знакомого лица. Вопреки совету Лапина я спрашивал, где такой-то. Кто отвечал «загремел», кто просто махал рукой. Были такие, что поспешно отходили. В тот же вечер мы уехали в Тбилиси. Я захватил с собой декабрьские газеты. Мирные статьи о труде, о достигнутых успехах иногда перебивались восхвалениями сталинского наркома Ежова. Я увидел его фотографию, обыкновенное лицо, скорее симпатичное. Я не мог уснуть, все думал, думал, хотел понять то, что, по словам Ирины, никто понять не мог. На пленуме говорили о поэзии Руставели. Выступил испанский писатель Пла и Бельтран, которого я знал по Валенсии. Его горячо встретили. На торжественном заседании в президиуме сидел Берия. Некоторые выступавшие его прославляли и тогда все стоя аплодировали. Берия хлопал в ладоши и самодовольно улыбался. Я уже понимал, что при имени Сталина все аплодируют, а если это в конце речи встают, но удивился, кто такой Берия. Я тихо спросил соседа-грузина, тот коротко ответил «Большой человек». Ночью Люба мне рассказала, что Нина, жена Табидзе, передала, чтобы мы ее не искали и не хочет нас подвезти. Я встретил много писателей, которых хорошо знал. Федина, Тихонова, Леонова, Антокольского, Леонидзе, Вишневского. Был Исаакян. Мне хотелось с ним поговорить, но не получилось. Только после войны, когда он приезжал в Москву, я с ним однажды побеседовал по душам. Был исландский писатель Лакснес. Я тогда еще не читал его книги, не знал, что полюблю их. Были, как я и думал, банкеты, тосты, но незачем говорить о моем настроении. Я все еще не мог опомниться. Новый год мы встретили у Леонидзе. Мы хотели развлечь милых, приветливых хозяев, а они старались развлечь, или точнее отвлечь нас, но не получалось. Чокались, молча пили. В Москву я возвращался с писателями. Меня позвал в свое купе Джамбул. С ним ехал его ученик и переводчик. Джамбул рассказывал, как 40 лет назад на свадьбе Бая он победил всех акынов. Принесли кипяток, заварили чай. Джамбул взял свою домбру и начал что-то монотонно напевать. Ученик, Джамбул его называл молодым, но ему было лет 60, объяснил, что Джамбул сочиняет стихи. Я попросил перевести. Оказалось, что Аким просто радовался предстоящему чайпичью. Потом он подошел к окну и снова запел. На этот раз переводчик сказал строки, которые меня тронули. Вот рельсы, они прямо летят в чужие края. Так летит и моя песня. Кожа на лице Джамбула напоминала древний пергамент, а глаза были живыми, то лукавыми, то печальными. Ему тогда было 92 года. Потом пришел Фадеев, принес несколько стихотворений Мандельштама, сказал, что кажется, их удастся напечатать в новом мире. Вспоминал Мадрид, и глаза его, обычно холодные, улыбались. Мы приехали в Москву. В редакции мне сказали, что собирается поставить вопрос о моем возвращении в Испанию, но теперь все требует времени. Большие люди очень заняты, придется месяц-другой подождать. Я прожил в Москве пять месяцев, и теперь я благодарен судьбе. Хорошо, что мне захотелось поехать в Москву, чтобы развлечься и отдохнуть. Есть в истории народа такие дни, которые нельзя понять даже по рассказам друзей. Их нужно пережить. Прежде всего расскажу, как я жил в то время. Я часто выступал в различных вузах, на заводах, в военных академиях, рассказывал про Испанию. Мне прислали стенограмму одного из таких вечеров в клубе автомобильного завода. Там есть статистика. Я сказал, что выступал с докладом об Испании уже в 50 местах. Я видел, что слушавшие тяжело переживают трагедию испанского народа. И это меня ободряло. Передо мной были честные и смелые люди, преданные коммунизму. Они напоминали наших летчиков, с которыми я встречался в Алкало Деонарис. Писать я не мог. Я написал только две статьи об Испании для известий. Одну в марте, после фашистских побед, другую в первомайский номер. Много раз в редакции мне предлагали написать статью о процессах, о сталинском наркоме, сравнить пятую колонну в Испании с теми, кого тогда называли врагами народа. Я отвечал, что не могу, пишу только о том, что хорошо знаю и не написал ни одной строки. Я и теперь могу писать только о том, что видел, о своей жизни в Москве, о жизни пятидесяти, может быть, ста друзей и знакомых, с которыми тогда встречался. Постараюсь показать быт, да и душевное состояние моё, моих приятелей, главным образом писателей, художников. Наша жизнь в то время была диковинной, о ней можно написать книги и вряд ли я смогу обрисовать её на нескольких страницах. Всё тут было. Надежда и отчаяние, легкомыслие и мужество, страх и достоинство, фатализм и верность идеи. В кругу моих знакомых никто не был уверен в завтрашнем дне. У многих были на готове чемоданчики с двумя сменами тёплого белья. Некоторые жильцы дома в Лаврушинском переулке попросили на ночь закрывать лифт, говорили, что он мешает спать. По ночам дом прислушивался к шумливым лифтам. Пришёл как-то Бабелис с юмором, которого он никогда не терял, рассказывал, как ведут себя люди, которых назначают на различные посты. Они садятся на самый краешек кресла. В известиях на дверях различных кабинетов висели дощечки, прежде проставляли фамилии заведующих отделами, теперь под стеклом ничего не было. Курьерша объяснила мне, что не стоит печатать. Сегодня назначили, а завтра заберут. Мне хочется здесь вспомнить чудесного человека Павла Людвиговича Лапинского. Я писал, что познакомился с ним в годы Первой мировой войны. Мы жили в гостинице Ницца. Тогда я был чересчур молод, чтобы разобраться в сложном характере Лапинского, но слушал с интересом его рассказы о Польше, об Америке. Когда он обличал оборонцев, я не спорил. Не знал, прав он или нет, но человек мне был мил. Порой судьба тасует карты, посылает человека на место, мало соответствующее его душевному строю. Диего Ривера мог бы стать не художником, а героем революционной Мексики. Душевная структура Лапинского была на редкость мягкой. Он сделался подпольщиком, публицистом, а вероятно, ему было бы легче прожить жизнь с искусством. Я часто встречался с ним в тридцатые годы, и меня поражали его тонкость, отзывчивость. У него не было семьи, и прожил он жизнь одиноким холостяком. Когда я приходил в маленькую квартиру, заставленную книгами, мне становилось страшно. До чего он одинок? Вдова друга Лапинского Станислава Раевского недавно мне напомнило, как Павел Людвигович испугался, когда я сказал, что ему нужно завести собаку, животное может нарушить положенный распорядок. Маленькую таксу мраморного цвета он и крестил Дездемоной и страстно к ней привязался. Наверное, Дездемона неутешно выло, когда ее хозяина увезли незнакомые люди. В те нерадостные годы погибли многие мои друзья, товарищи по работе, и когда я шел по коридорам известий, мне казалось, что я иду по кладбищу. А жизнь как будто продолжалась по-прежнему. Постановили организовать клуб писателей и устраивать клубные дни. Кирсанов захотел и в этом показать себя новатором. Он устроил в клубе выставку картин Кончаловского, Тышлера, Дейнеки, революционизировал даже кухню. Помню обед в честь приехавшего из Ленинграда Зощенко. Подали суп из консервированных крабов, и Кирсанов объяснял суп без изомаров. В зале зажгли камин, возле него подогревались бутылки кварели. Кто-то предложил выпить за красную звезду, которую мне накануне вручили в канцелярии Верховного Совета. Когда все встали из-за стола, один достаточно известный, малоприятный мне литератор отвел меня в сторону и зашептал «Слыхали последнюю новость? Арестовали Стецкого. Ужасные времена, не знаешь кому кадить, на кого капать». Были и такие. Однажды в клубе я встретил Прокофьева. Он исполнял на рояле свои вещи. Он был печален, даже суров. Сказал мне, «Теперь нужно работать, только работать в этом спасении». Многие писатели продолжали писать. Тынянов закончил первую часть Пушкина, вышла новая книга стихов Заболоцкого. Другие признавались, что не пишется. Лидин нас развлекал, как всегда, смешными историями. Раз он позвал нас ужинать, пришел молодой восторженный человек, показывал куклы. Кармен была сухой ведьмой, а два шара объяснялись друг другу в любви. Это был образцов. В другой раз мы встретили у Лидина одного из четырех участников экспедиции на полюс Кренкеля, молодого, скромного. Он с юмором рассказывал про жизнь на льдине, про лайку, которая помогла им прогнать медведей, собиравшихся похитить продовольственные запасы. Все это было радостным и вдохновенным. Бывали мы и у Таировых, и у Евгения Петрова, у Леонова. К нам часто приходили Бабель, Тихонов, Фальк, он незадолго до этого вернулся из Парижа, Вишневский, Луговской, Тышлер, Федин, Герсанов. У Лапина сидели его друзья, Хацревин, Славин, и мы ужинали все вместе. Иногда мы заводили литературные споры, говорили о новой театральной постановке, а то и сплетничали, люди ведь продолжали влюбляться, сходиться, разводиться. Иногда я рассказывал об Испании, она мне казалась бесконечно далекой и близкой, а иногда как-то незаметно начинался разговор о том, о чем мы не хотели ни говорить, ни даже думать. У Ирины была пуделиха Чука, толстая, ласковая и, как сказал бы Дуров, с прекрасными условными рефлексами. Борис Матвеевич научил ее многим номерам. Она приносила папиросы, спички, закрывала дверь столовой. Бывало, гость начнет говорить за ужином о том, кого посадили, а черная косматая Чука, мечтая о кружке колбасы, поспешно закрывает дверь. Это всех смешило. Мы ведь и в то время любили посмеяться. Некоторые из людей, которых я знал, старались жить замкнуто, встречались только с близкими. Подозрительность, опаска, подтачивали человеческие отношения. Бабель говорил, теперь человек разговаривает откровенно только с женой, ночью покрыв головы одеялом. Меня напротив тянуло к людям. Чуть ли не каждый вечер к нам приходили друзья или мы ходили в гости. Часто мы бывали у Мейрхольдов. В январе было опубликовано постановление о закрытии театра как чуждого. Зинаида Николаевна переболела острым нервным расстройством. Севолод Эмильевич держался мужественно, говорил о живописи, о поэзии, вспоминал Париж. Он продолжал работать, обдумывал постановку Гамлета, хотя и не верил, что ему дадут ее осуществить. У Мейрхольдов я встречал Кончаловского, он тогда писал портрет Всеволода Эмильевича, Леониста Борина, молодых энтузиастов, для которых Мейрхольд оставался учителем. Попал я как-то на писательское собрание. Различные литераторы обвиняли Ставского в том, что он недоглядел. Повсюду в журналах, в жургазе, в издательстве сидят враги народа. Владимир Петрович потел, вытирал все время лоб. Я вспомнил, как он стоял во вражеской каске возле Брунетты и подумал, здесь пожарче. Лупол позвал нас пообедать. Он жил, как мы, в Лаврушинском. Его жена говорила, что они недавно переехали, купили мебель, вот только лампы нет. Она добавила, как-то не то настроение, чтобы покупать. Лупол продержался еще полтора года, потом его постигла участь многих. Вишневский кричал, что все писатели должны учиться военному делу, даже старики. Говорил он о перебежке, о ракадных дорогах, о прощупывании противника. Я встречался, даже дружил с людьми недалекими. У нас было чувство локтя, как у солдат на войне. Войны еще не было, но мы знали, что она неизбежна. Мы сидели в окопе, и артиллерия, как то случилось у Теруэля, стреляла по своим. Григорович мне сказал, что батарея республиканцев, открывшая огонь по деревушке, занятой своими, не успела, к счастью, пристреляться. «Ежов стрелял по площадям и снарядов не жалел». Говорю «Ежов», потому что тогда мне казалось, что все дело в нем. В последней части этой книги я попытаюсь поделиться мыслями о Сталине, о всем том, что лежит камнем на сердце каждого человека моего поколения. А сейчас ограничусь тем, что расскажу о моем понимании, вернее, непонимании, происходившего в то время, которое я описываю. Я понимал, что людям приписывают злодеяния, которых они не совершали, да и не могли совершить, спрашивая других и себя, зачем, почему. Никто мне не мог ответить. Мы ничего не понимали. Я был на открытии сессии Верховного Совета. В редакции мне дали гостевой билет. Старейший депутат, 80-летний академик Бах в далеком прошлом народоволец прочитал по бумажке речь и кончил ее, разумеется, именем Сталина. Раздался грохот рукоплесканий. Мне показалось, что старый ученый зашатался, как от воздушной волны. Я сидел высоко, вокруг меня были обыкновенные москвичи, рабочие, служащие, и они неистовствовали. Да что говорить о москвичах. В далекой Андалузии я видел дружинников, которые шли на смерть с криками «Э Сталин!» так испанцы произносили имя Сталина. У нас много говорят о культе личности. К началу 1938 года правильнее применить просто слово «культ» в его первичном религиозном значении. В представлении миллионов людей Сталин превратился в мифического полубога. Все с трепетом повторяли его имя, веря, что он один может спасти советское государство от нашествия и распада. Мы думали, вероятно, потому что нам хотелось так думать, что Сталин не знает о бессмысленной расправе с коммунистами с советской интеллигенцией. Севолод Эмильевич говорил, от Сталина скрывает. Ночью, гуляя с щукой, я встречал в Лаврушинском переулке Пастернака. Он размахивал руками среди сугробов. Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину. Да, не только я. Очень многие считали, что зло исходит от маленького человека, которого звали сталинским наркомом. Мы ведь видели, как арестовывают людей, никогда не примыкавших ни к какой оппозиции, верных приверженцев Сталина или честных беспартийных специалистов. народ окрестил те годы ежовщиной. Кажется, умнее меня, да и многих других был бабель. Исаак Мануилович знал жену ежова еще до того времени, когда она вышла замуж. Он иногда ходил к ней в гости, понимал, что это опасно, но ему хотелось, как он говорил, разгадать загадку. Однажды, покачав головой, он сказал мне, дело не в ежове. Конечно, ежов старается, но дело не в нем. Ежова постигла судьба Ягоды. На его место пришел Берия, при нем погибли и Бабель, и Мерхольд, и Кольцов, и многие другие неповинные люди. Помню страшный день у Мерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали монографии Ренуара, когда к Всеволоду Емельевичу пришел один из его друзей Комкор Белов. Он был очень возбужден, не обращая внимания на то, что кроме Мерхольдов в комнате Люба и я начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом военной коллегии Верховного Суда. Они вот так сидели напротив нас. Убаревич смотрел мне в глаза. Помню еще фразу Белова. А завтра меня посадят на их место. Потом он вдруг повернулся ко мне. Успенского знаете? Не Глеба, Николая. Вот кто правду писал. Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого не помнен, очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Емельевича. Он сидел, закрыв глаза и походил на подстреленную птицу. Белова вскоре после этого арестовали. Не забуду и другой день, когда по радио передали, что будут судить убийц Горького и что в его убийстве принимали участие врачи. Ребежал Бабель, который при жизни Алексея Максимовича часто у него бывал. Сел на кровать и показал рукой на лоб. Сошли с ума. Мне дали билет на процесс. К этим дням я еще вернусь когда-нибудь. В 1942 году я писал в одной из статей «Фашизм задолго до того, как напасть на нашу страну, вмешался в нашу жизнь и скалечил судьбу многих». Да и в то время, о котором рассказываю, я не мог отделить нашей беды от недобрых вестей, приходивших с запада. В конце февраля фашисты снова заняли Теруэль. Италия и Германия усилили свою помощь Франко. Иден попробовал поднять голос против открытого вмешательства Италии в испанскую войну. Ему пришлось уйти в отставку. Пришел Чемберлин, сторонник сближения с Гитлером Муссолини. Начались массированные бомбежки Барселоны. В течение нескольких мартовских дней было убито 4 тысячи жителей. Накопив силы, фашисты прорвали фронт республиканцев в Арагоне. В той единственной статье, которую я написал за несколько месяцев, есть такие строки. Ночью у себя в комнате я слушаю радиопередачу Барселоны. За окном девятый этаж огни большого города глухо доносится голос. В районе Фраги мы отбили атаку. Может быть сейчас бомбят Барселону. Может быть чернорубашечники снова атакуют в районе Фраги. Для меня Фрага была не абстрактным именем, а городом, где я часто бывал. Я видел перед собой улицы Барселоны и понимал, что война между нами и фашизмом началась. Сейчас она не на собраниях писателей, где обсуждают, кто дружил с Броно Ясенским, а там в Испании. Я долго думал, что мне делать и решил написать Сталину. Борис Матвеич не решался меня отговаривать и все же сказал, стоит ли привлекать к себе внимание. Я написал, что был в Испании свыше годы. Мое место там, там я могу бороться. Прошла неделя, две, ответа не было. Самое неприятное в таком положении ждать, но ничего другого не оставалось. Наконец меня вызвал редактор известий Селих. Он сказал несколько торжественно, вы писали товарищу Сталину. Меня поручили переговорить с вами. Товарищ Сталин считает, что при теперешнем международном положении вам лучше остаться в Советском Союзе. У вас, наверное, в Париже вещи, книги, мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла. Я пришел домой мрачный, лег и начал размышлять. Совет, переданный Селихом, если можно было назвать это советом, мне казался неправильным. Что я здесь буду делать? Пинянов пишет о Пушкине, Толстой о Петре. Кармен снимает героические экспедиции, мечтает попасть в Китай. Кольцов причастен к высокой политике. А мне здесь сейчас делать нечего. Там я могу быть полезен. Я ненавижу фашизм, знаю Запад. Мое место не в Лаврушинском. Пролежав день, я встал и сказал, напишу снова Сталину. Здесь даже Ирина дрогнула, ты сошел с ума. Что ж, ты хочешь Сталину жаловаться на Сталина? Я угрюмо ответил, да. Я понимал, конечно, что поступаю глупо, что, скорее всего, после такого письма меня арестуют. И все же письмо отправил. Ждать было еще труднее. Я мало надеялся на положительный ответ и знал, что больше ничего не смогу сделать. Слушал радио, перечитывал Сервантеса, от волнения почти ничего не ел. В последних числах апреля мне позвонили из редакции. Можете идти оформляться, вам выдадут заграничные паспорта. Почему так случилось, этого я не знаю? Один молодой писатель, которому в 1938 году было пять лет, недавно сказал мне, можно вам задать вопрос, скажите, как случилось, что вы уцелели? Что я мог ему ответить? То, что я теперь написал, не знаю. Будь я человеком религиозным, я, наверное, сказал бы, что пути Господа Бога неисповедимы. Я говорил в самом начале этой книги, что жил в эпоху, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею. Первым мая я был в комнате радиокомитета, выходившей на Красную площадь. Поэты читали стихи и комментировали демонстрацию. Я говорил про Испанию. Я знал, что война будет шириться, а хватит мир. Настал день отъезда. На вокзал пришло много друзей, нам трудно было с ними расставаться. В Ленинграде, где мы задержались на несколько дней, были снова длинные беседы о происходящем и снова жар рук, неуверенное до свидания. В Хельсинки была еще одна пересадка. Мы сидели с Любой на скамейке в сквере и молчали. Не могли разговаривать даже друг с другом. Мне было 47 лет. Это возраст душевной зрелости. Я знал, что случилась беда. Знал также, что ни я, ни мои друзья, ни весь наш народ никогда не отступится от октября, что ни преступления отдельных людей, ни многое изуродовавшее нашу жизнь, не смогут заставить нас вернуть с трудного и большого пути. Были дни, когда мне не хотелось дольше жить, но и в такие дни я знал, что выбрал правильную дорогу. После двадцатого съезда партии я встречал за границей знакомых, друзей. Некоторые из них спрашивали меня, да и самих себя, не нанесен ли роковой удар самой идеи коммунизма. Чего-то они не понимают. Я старый беспартийный писатель, знаю, идея оказалась настолько сильной, что нашлись коммунисты, которые сказали и нашему народу и всему миру о прошлых преступлениях, об искажении и философии коммунизма, его принципов справедливости, солидарности, гуманизма. Наш народ наперекор всему продолжал строить, а несколько лет спустя отбил фашистское нашествие, достроил тот дом, в котором теперь живут, учатся, шумят, спорят, юноши и девушки, не знавшие жестоких заблуждений прошлого. А мы с Любой молча сидели на скамейке чахлого сквера. Я подумал, что молчать мне придется долго, в Испании люди борются, я не смогу ни с кем поделиться пережитым. Нет, идеей не был нанесен роковой удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли, другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой. Во Франции официально еще существовал Народный фронт, но теперь это была облупившаяся вывеска. Новое правительство возглавил Долодье, Министерство иностранных дел он доверил Бонне, который громко говорил, что жаждет мира и, понижая голос, добавлял, что необходимо договориться с Берлином и Римом. Трагедия Франции началась давно, еще в 1936 году, когда Леон Блюм, испугавшись правых, отказался продать испанскому правительству вооружение. Это шло вразрез и с существовавшими договорами, и с интересами Франции, и с политическими убеждениями Блюма. Социалистический премьер любил Стендаля, в романах ему нравились характеры сильными страстями, а у него самого характера не было. Он воскликнул, моя душа разрывается, и заговорил о невмешательстве. Разорвалась не только его душа, но и Франция. В июне 1938 многие французские политики понимали, что Муссолини не удовлетворится взятием Адис-Абеба и Малаги, что для Гитлера Австрия только закуска, а Испания рабочая репетиция. Но страна была разъединена. Противники Народного фронта, обозленные забастовками, поглядывали на фашистов с надеждой, как на опытных хирургов. А рядовые французы, многие всех, что голосовали за Народный фронт, радовались, что они не в Вене и не в Барселоне. Никто не бомбит, не заставляет по команде подымать вверх руки. Они могут на террасах больших кафе и маленьких рабочих баров пить зеленые, золотистые или малиновые аперитивы. Франция уже репетировала предстоящее отречение. Я купил в вокзальном киоске Кипу-газет и книгу неизвестного мне автора Леона де Понсена с соблазнительным заглавием «Секретная история испанской революции». Фашистская газета Грэмгуар объявила конкурс. Читатель, который угадает дату, когда генерал Франко возьмет Барселону, получит 50 тысяч франков. Из книги Леона де Понсена я узнал, что коммунисты, социалисты и франко-масоны устроили заговор с целью отдать Испанию в руки евреев. Коминтерн для этого направил Барселону, Беллокуна, Вронского, Антонова-Всеенко, Эренбурга, Кольцова, Мировильица, Горева, Туполева, Примакова и других преступников еврейского происхождения. Я подумал, что сумасшедшие есть повсюду и задремал. В пограничный испанский город Порт-Бу я приехал рано утром и попал сразу под бомбежку. Испания меня встретила кровью. На мостовой лежал убитый ребенок. Я уехал из Испании в дни боев за Труэль, когда еще все верили в победу. Вернувшись полгода спустя, я увидел другую картину. Конечно, я знал и в Москве, что фашисты одержали крупные победы. Но одно дело читать о беде в газетах, другое ее увидеть. Страшно расставшись с любимым человеком, который работает, сердится, мечтает, ревнует, найти его подточенным, жестокой, может быть, смертельной болезнью. Когда я уезжал, положение республиканцев было трудным, но даже нейтральные обозреватели гадали о бесходе войны. Теперь я мучительно старался убедить себя, что еще не все предрешено и что чудо может спасти республику. Возле Эбро 50-летний испанец, живший долго в Париже, его звали Анхель Цапика, который пошел добровольцем в 1938 году, когда уже не оставалось места для иллюзий, говорил мне, смерть это феномен, случай, родиться, умереть, это не от нас зависит. Главное прожить достойно, не презирая себя. Может быть, говоря это, он думал о другом, о том, что человеку хочется достойно умереть, сделать все, чтобы смерть не выглядела случаем. Я приехал в Барселону. Савич по-прежнему писал телеграммы, говорил, что его измотала работа, не может даже выбраться на фронт. Он спросил меня про свою жену, про Мирову, про некоторых военных советников. Я ответил, что Аля Здарова старается быть спокойной, а с Мировой плохо, да и со многими другими. Трудно понять, почему каждый день забирает людей, ни в чем не повинных. Савич удивленно на меня посмотрел. Ты что, троцкистом стал? Он не был в Москве и многого не понимал. Савич жил на горе. Я спустился в город. На площади Каталония по-прежнему старушка брала десять сантимов у прохожего, который садился на стул в сквере и выдавала билетик. Десять сантимов стали микроскопической суммой, да и мало было в сквере людей, кругом чернели развалины домов. Но жизнь продолжалась. На той же площади старики сыпали крошки хлеба голубям. Все это могло показаться удивительным. Паек был полтораста граммов хлеба, порой сто. Где уж тут кормить голубей? Да и голуби могли бы улететь. Редко выпадала ночь без бомбежки. Но я не удивлялся. Уже задолго до этого я понял, что можно разворотить, изувечить, истоптать жизнь. И все-таки влюбленные будут целоваться, обмениваться клятвами, а старушки прибирать комнату, тюремную камеру, больничную койку. Кажется, даже свой собственный гроб. На Рамбле по-прежнему продавали цветы. В театре шла премьера укращения строптивой. Возле богатых особняков развели огородики, картошка, салат. В ресторане подавали вареные бобы без масла, но скатерти были чистые, а мыла не было. Чистящики ботинок хорошо зарабатывали. Вакса была, и верные своим привычкам барселонцы радовались, глядя на сверкающую обувь. Вышел очередной номер журнала «Филателлист Барселоны». Я подсчитал в газете, работает 12 театров и 54 кинотеатра. В том же номере сообщалось, что вчера была сотая, следовательно, юбилейная бомбежка Барселоны. Квартал рыбаков «Веселая Барселонета» был снесен бомбами. Газеты каждый день помещали объявления в черных рамках. Такой-то погиб при бомбежке. Как-то бомба упала на кладбище и развратила могилы. Другой раз на родильный дом было много жертв, на собор 13 века, на рынок. Известия попросили меня присылать фотографии. Я ходил и снимал развалины, солдат, которые вытаскивали из-под груды камней покалеченные тела. Привыкнуть можно ко всему. И я думал, какую диафрагму лучше поставить. Вероятно, я напоминал старушку, собиравшую деньги за стулья. Республиканская Испания была разрезана на две части. Фашистам удалось прорваться к побережью. Немцы прислали крупных специалистов. Испанию они рассматривали как превосходные маневры перед предстоящим завоеванием Европы. А в боях за выход к Ливанскому побережью помимо войск франка участвовали четыре итальянские дивизии. Я поехал на фронт, который в газетах по привычке называли Арагонским, хотя фашисты успели захватить все города и деревни Арагона Барбастро, Фрагу, Сореньену, Пину, Каспе. Там, где я спорил, дружил и ссорился с неугомонными анархистами. Я добрался до пригорода Лериды. Город был в руках у фашистов, но республиканцам удалось удержаться в квартале, расположенном на другом берегу речки Сегре. Бог ты мой, сколько раз я приезжал в Лериду с Арагонского фронта. Тогда этот город казался глубоким тылом. Я шел в гостиницу Палас, принимал ванну, гулял по городу, улицы были с аркадами, и вечером старинные фонари казались театральными. В кафе подавали вермут. За соседними столиками люди спорили, кто прав, Фаи или Псук. А девушки, прогуливаясь мимо кафе, смеялись, их сопровождали восторженные взгляды как анархистов, так и социалистов. Теперь на том месте, где было кафе, мешки с песком, дробь пулемета. Передо мной были узкие горбатые улицы, полуразрушенные дома набережной. Почему-то я вспомнил старого кривого парикмахера. Я у него стригся и брился возвращаясь с фронта. Он балагурил, высмеивал генералов, анархистов, министров и гордо объявлял каждому «Я умеренный анархист и непримиримый антифашист». Успел ли он уйти из города или погиб? Житель Лериды, переплывший речку, рассказывал, что в городе осталось 400 человек, было 40 тысяч. Все ушли. Помнишь большой дом на площади Паэрия, рядом с Паласом? На нем написано красной краской «Мы не хотим жить с убийцами». Это они солдаты написали, а кто-то из жильцов, когда уходили. Трудно объяснить, как удалось остановить фашистов на правом берегу узкой неглубокой реки. Осенью 1936 года их задержали на окраине Мадрида. Военные тогда объяснили, что город легко оборонять. Но здесь фашисты заняли город и вдруг натолкнулись на яростное сопротивление. Это бывало в Испании не раз, и, видимо, связано не с особенностями рельефа, а с особенностями характера. Люди сдавали почти без боя 100-200 километров, и вдруг подымались ярость, гнев, воля. Враг не мог продвинуться на 100 метров. Я сидел с бойцами, когда осколок снаряда убил красивого смуглого бойца. Его звали Курито. Он был андалузцем из Сьерра-Морены. Другой боец, портной барселонец, который прежде все время шутил, долго стоял над убитым товарищем, шевелил губами, видно было, что он сдерживает слезы. Наконец он сказал, а я ему рубашку обещал зашить. Осколок обломал ветку персикового дерева. Мы молча ели душистые плоды. В Лериде они поспевают рано. Барселонский портной сказал, Курито любил персики. В батальоне было довольно много добровольцев, записавшихся недавно. Пожилых людей, подростков. Политики говорили, что война подходит к концу, а вот эти пришли воевать. Вряд ли они рассчитывали на победу, но не хотели или не могли стоять в стороне. Я знал Испанию, и все же всякий день она меня удивляла. Когда я возвращался в Барселону, бомбили дорогу. Мы пролежали полчаса в траве. Потом я увидел искромсенное поле пшеницы. Отчего это было нестерпимо больно, хотя я видел вещи пострашнее. Может быть от того, что когда я был ребенком и ронял кусок хлеба, няня Вера Платоновна сердито говорила «Поцелуй», и я целовал ломоть. В Барселоне я разговаривал с пленным немецким летчиком Куртом Кэтмером, сыном бранденбургского архитектора. Он приехал в Испанию рано, в октябре 1936 года. Он сразу сказал мне, что он лейтенант Рейхсфера, летал на Хейнкеле 111. Когда я спросил его, почему он бомбил испанские города, он громко засмеялся. «Опять эти истории с Мухерес и Ниньос». Он говорил по-немецки на слова «женщины и дети», сказал по-испански. «Вздор!» Недавно я видел после бомбежки облако дыма. Это, наверное, дымились Мухерес и Ниньос. Его нельзя было назвать невежественным. Он прочитал немало книг, говорил о философии и истории. Но мне он казался дикарем, смелым и злобным. Такие встречи помогли мне познакомиться с духовным миром, несложным, но своеобразным, офицеров и солдат, которых два года спустя я увидел марширующими по улицам Парижа, а в 1941 у нас в Белоруссии. Трагический фарс невмешательства продолжался. Я видел, как в Сербере задержали несколько сот лопат, купленных для крестьян Каталонии. Я поехал в Ван Дай, хотел посмотреть, что происходит на границе между Францией и фашистской Испанией. В Ван Дай у меня были друзья. Я об этом упоминал в рассказе об обине летчиков. Эти друзья свели меня с ответственным служащим таможни, который ненавидел фашизм. Он мне показал документы о грузах, направлявшихся в фашистскую Испанию. Конечно, Италия и Германия самолеты, танки, артиллерию, боеприпасы отправляли морем в порты Португалии, в Бильбао, в Кадикс. Но для более невинных вещей они пользовались транзитом через Францию. Так направлялись грузовики, мотоциклы, каучук, моторы, химические продукты для военной промышленности. Никакого контроля на границе между Францией и фашистской Испанией не было, несмотря на все заверения французского правительства. Известие напечатало мою статью, и французская полиция возмутилась. Оказалось, что я нарушаю принципы невмешательства. Я все-таки был наивным, хотел кого-то пристыдить, раскрыть кому-то глаза, думал, что дело идет к Вердену, а дело шло к Мюнхену. Я должен рассказать об одной довольно глупой истории. Мне захотелось хотя бы на несколько часов очутиться в фашистской Испании, поглядеть, что там делается. Нечего было мечтать о фальшивых документах. В Ируне имелся советник-гестаповец. Ван Дай мне рассказали, что контрабандисты часто проносят в испанские пограничные деревушки различные товары. Я напал на одного из них. Он был французским баском. Он сказал мне, ладно, только имею в виду, что я политикой не занимаюсь. Я знаю, что фашист и сволочь, но мне нужно кормить семью. Я тебе не выдам. Но если не дай Бог, нарвемся на пограничников, я прямо скажу, что ты чужой, пристал в дороге. Мы перешли речку, потом начали подниматься. Я, признаться, волновался и раза два или три пережил страх. Я даже не помню, что мой проводник, я звал его Жаком, тащил на себе. Наконец, мы оказались в обыкновенной испанской деревушке, зашли в темный дом, где пахло оливковым маслом и чесноком. Жак привел туда Антонио. Антонио провел меня в другой дом. Сразу после того, как мы вернулись в Андай, я записал несложный разговор. Хозяйка была старой и глухой. Антонио сказал мне, Рекеты убили ее сына, вместе с Агиры, там, где ты шел с Жаком, возле касса Роха. Он лежал и ругался. Она не знала, а когда она пришла, он был мертвый. Они ее оставили здесь, потому что она очень старая. Старуха глядела то на Антонио, то на меня. Антонио крикнул ей в ухо, они тебя здесь оставили, потому что ты очень старая. Она радостно закивала головой, да, да, очень старая. Потом она сжала острыми пальцами черный платок. Он не был старым, он еще был молодым, и громко заплакала. Антонио поднес палец к рту, гвардеец, я поглядел в щель Ставин, никого. Антонио рассказывал, здесь все его боятся. Я был в Александра на ярмарке, там тоже никто не раскроет рта, боятся. мне один прямо сказал, я только с женой говорю, и то боязно. Я сам из Вильмедианы, маленькая деревушка, 160 душ, но у нас голосовали за социалистов. Ракеты расстреляли 29 человек. Антонио привел еще четверых, сказал им, можете с ним разговаривать, это француз из наших. Крестьяне осторожно рассказывали о реквизициях, о штрафах. Вскоре за мной пришел Жак и сказал, что пора идти. Вернулись мы под утро, зашли в бар на вокзале, пили коньяк. В общем, я ничего не увидел и мог бы написать о старухе без того, чтобы зря рисковать. Это было затеей 20-летнего юноши. Я это понимал и скорее стыдился, нежели гордился. Ко всему я побаивался, что меня отзовут. Скажут корреспонденту известий не полагается идти на такие авантюры. Но все обошлось и я вернулся в Барселону. Наивным был не только я. Многие политические деятели еще верили в изменение позиции Англии и Франции. Нужно вспомнить события лета 1938 года, тогда многое станет понятным. Гитлер что ни день угрожал Чехословакии. Фюрер судецких немцев Гейнлейн отправился в Лондон, но вернулся недовольный. Хотя Чемберлен был готов к уступкам, ему приходилось считаться с оппозицией не только лейбористов, но и многих влиятельных консерваторов. Во Франции картина была такой пестрой, что нелегко было разобраться. Почти в каждой партии имелись сторонники отпора и сторонники капитуляции. Правый журналист Кири Лис, еще недавно проклинавший испанских республиканцев, писал, что Гитлер покушается на Францию. Левая газета Эвр, прежде выступавшая против Франка, стала рупором кругов, которые называли себя сторонниками мира и стояли за любые уступки Гитлеру. Все нервничали. Владельцы гостиниц на побережье или в Альпах жаловались, люди забывают, что на дворе летние каникулы. Альварес де Львайя всегда был, да и остался оптимистом. Помню, в то лет он доказывал мне, что война между Германией и Францией с ее союзниками неминуема. Французы найдут в Испании не только врагов, готовых их атаковать с тыла, но и союзников. Он считал, что конец лета многое изменит в мире, повторял, наше дело продержаться. Много писали, пишут и теперь о чуде Мадрида об осени 1936 года, когда испанский народ с помощью интербригад и советской техники остановил фашистскую армию. О последнем периоде написано куда меньше. Разгром никогда не казался увлекательной темой. А я признаюсь, сопротивление во вторую половину 1938 года мне кажется еще большим чудом, чем оборона Мадрида в первую осень войны. 15 апреля 1938 года, когда войска Франко вышли к побережью и разрезали республиканскую Испанию на две части, исход войны был предрешен. Конечно, были и ошибки, и растерянность, и многое другое, но я пишу не историю войны, а книгу воспоминаний. Я думаю о том, что Каталония продержалась еще 10 месяцев, Мадрид и того больше, и не могу побороть в себе волнение. Народы похожи на отдельных людей, их лучше понимаешь в дни глубокого несчастья. В июне меня принял президент республики Асанья. Некоторые его называют дезертиром, потому что он уехал во Францию в феврале 1939 года вместе с правительством. Конечно, президент республики должен был бы отправиться в Мадрид, но судьи не только слишком строги, они как бы не хотят понять, что Асанья был президентом воюющей Испании по неволе. Когда республика приняла вызов Франка и вступила в бой, переменили правительство, его много раз меняли, а президента нельзя было переменить, он был символом преемственности, вывеской для буржуазных демократий Запада флагом. Мануэль Асанья стал политиком скорее по недоразумению, он писал романы, эссе, вместе со всей передовой интеллигенцией ненавидел монархию, диктатуру Прима де Риверре. Он был прежде всего дилетантом и в литературе, и в политике. Чувствовал он себя хорошо не в резиденции президента, не на посту премьера, даже не в парламенте, а в литературном клубе Атениум, где затевал диалоги эрудитов, где происходили ночные нескончаемые беседы, которые испанцы называют тертульями. Он мог бы блистательно поспорить с Эдуардо Марио о барокко, о госпоже Рекамье, о всечеловечности Кальдероне. Никто не упрекнет его в трусости. Я был в Мадриде, когда 14 апреля 1936 года народ праздновал годовщину провозглашения республики. Ассанья тогда занимал пост премьер-министра. Один фашист в него выстрелил. Началась паника. Ассанья спокойно улыбался. Все дальнейшее было для него непосильным испытанием. Он был либеральным интеллигентом, и когда Кабальера принес ему на подпись список нового правительства, куда входили четыре анархиста, он заупрямился, пытался спорить, доказывал, что люди, отрицающие государство, не могут стать министрами. Он спорил, а с ним не спорили. Он оставался флагом. Он принял меня как корреспондента советской газеты и сделал заявление. В нем были такие строки. Вооруженное нападение на республику, которое было организовано и которое поддерживается тремя европейскими государствами, принуждает нас вести войну за независимость не только в политическом значении данного слова, но и в том, что является самым высоким, самым основным, более длительным, нежели структура, режим государства. Борьба идет за свободу развития испанского духа. Речь идет не о том, будет ли в Европе одной республикой больше или меньше, не о том, сможет ли та или иная политическая партия отстаивать свою программу. Речь идет о том, сможет ли великий народ, прославленный в стольких областях, принимать самостоятельное участие в создании современной культуры, или он будет удушен. В этом мировое значение испанской трагедии, в этом причина и сила самообороны Испании. Передав мне заявление, а Саня вдруг печально улыбнулся. Теперь мы можем поговорить как два писателя. Я думал, что он начнет беседу о литературе, но он сказал, я поставил в моем заявлении слово трагедия, может быть для главы государства это неуместно, но другого слова я не нашел. Негрин, кажется, верит, что Испанию спасет мировая война. Наверное, война начнется, но ее не начнут, пока не задушат Испанию. Вы знаете нашу литературу. Мы всегда стремились к общечеловеческим идеалам. Испанец создал Дон Кихота. Его все оценили, и для всех он стал посмешищем. Нас жалеют, и жалея посмеиваются. Испанию надолго посадят за решетку. Я встретился с барселонскими анархистами. Они ругали правительство коммунистов, говорили, что при это прожженный политикан, что все происходящее каждый день подтверждает правоту анархистов, и вместе с тем с гордостью повторяли, что в советских газетах восторженно писали о командире Сиприана мэра, а он анархист. Они клялись, что СНТ ФАИ будут сражаться до конца. Жалели, что правительство мало делает для организации партизанской войны. Каждый испанец создан для гирильи. Один из них проводил меня до гостиницы. По дороге началась тревога, завали сирены, и мы застряли в подворотне какого-то склада. Анархист говорил, хорошо, сознательным я стал в 1928 году. Мне тогда было 23 года. Я был на фронте, ранен в грудь. Сегодня я попросил, чтобы меня послали на Эбро. Во-первых, я анархист, это обязывает. Он замолк. Я спросил, а во-вторых, он ответил не сразу, и голос у него был смущенный. Во-вторых, на что ты хочешь? Испанцем я был еще до того, как стал анархистом. Может быть, ты думаешь, что я не испанец? Я из Севильи, как твой Хосе, только он был булочником, а я парикмахером. Я больше испанец, чем подлец Франко. Ну, а как, по-твоему, может настоящий анархист жить без Испании? По-моему, нет. Испанским коммунистам было нелегко. Все время они должны были что-то кому-то объяснять. Анархистам, что такое дисциплина, без которой нельзя разбить фашистов, республиканцам, что такое революция, социалистам, что такое единство, а советским товарищам, что такое Испания. Я встречался с Хосе Диасом, Долорес и Барури, Урибе, другими руководителями партии. Они помогали мне разобраться в положении. Но сейчас я хочу припомнить один разговор, не имеющий отношения к событиям. Никогда я не любил боя быков, и мы не раз спорили с Хемингуэем. Мне казались отвратительными и распоротые животы старых лошадей, и стрелы, втыкаемые в одуревшего быка, и кровь на песке, а самое главное обман. Бык не знает правил игры, бежит прямо на врага, а Тореро вовремя чуть отклоняется в сторону. Все искусство состоит в том, чтобы вовремя отбежать, не слишком рано, иначе публика свищет, да и не слишком поздно. Зверь может пробогать живот не клячья любимца Испании. У Хосе Диаса выпал свободный час. Как настоящий андалузец, он любил бой быков и сказал мне, ты думаешь, что мы всегда Стореро? Вот уж нет, часто мы на стороне быка. Ничего ты в этом не понимаешь. Не знаю, почему я сейчас вспомнил этот разговор. Наверное, поэт оттеснил летописца. Вернусь к событиям 1938 года. В конце июля началось наступление на Эбро, последняя попытка республиканцев восстановить положение. Ночью солдаты в лодках переправились на правый берег, который был хорошо укреплен. Эбро широкая река с быстрым течением. Наступающим удалось создать плацдарм, навести мосты, захватить городок Мора до Эбро, ряд деревень, создать угрозу для левого фланга фашистов. Началось долгое и кровопролитное сражение. Я дважды был на правом берегу Эбро, видел различные бои. Фашистская авиация бомбила мосты почти непрерывно, и непрерывно пантанеры их снова наводили. У них была песенка «Живут в пещере черны как негры и злы как звери пантанеры Эбро». Они действительно жили в скалах, рассеченных бомбами. Когда я снимал мост, чтобы послать фотографию в известие, один пантанер сказал мне «Только без выдержки, а то упадет бомба и пропала твоя фотография». Здесь война выглядела иначе, чем у Гвадалахары или даже у Теруэля. На стороне Франка сражались 11 дивизий. На трехкилометровом секторе фашисты сосредоточили 170 орудий. Долго бои шли за различные высоты Сьерра Панолос. Я увидел, как может измениться обрез горы от длительного артиллерийского обстрела. Я познакомился с командиром Мигелем Тагуэнье. Ему было 25 лет. Его называли комсомольцем. Он успел до войны кончить университет, занимался оптикой, готовил диссертацию, а вместо этого пришлось взять ружье. Он стал командиром корпуса. У него было еще по-детски припухлое лицо, но кадровые военные говорили о нем с уважением. Он сказал, дойдем до Гандесы. И вопреки всему, я начинал верить в возможность победы. На фронте было как-то спокойнее, чем в Барселоне. Я не думал о том, что делается в Европе, не думал даже о судьбе Валенсии. Мои мысли были заняты высотой 544. Как будто от того, в чьих руках окажется эта лысая, развороченная огнем макушка невысокой горы, зависел исход всей войны. Армией командовал Хуан Модесто. Мы вспомнили начало войны. Тогда Модесто набрал батальон имени Тельмана. Я с ним познакомился в тот самый день, когда они взяли в плен первого фашиста. Модесто радовался как ребенок. Ты понимаешь, взяли пленного. Конечно, лучше бы двух, можно было бы сказать, взяты трофеи непленные. Он и на Эбро мне сказал, что вспоминает тот далекий день, как самый счастливый. Он рассказал мне свою жизнь. Он андалузец, работал на лесопилке, любил футбол, политикой не интересовался. Как-то доктор дал ему крохотную газету «Голос пролетария». Модесто прочитал и задумался. Вскоре он стал коммунистом. В ноябре его палатка была набита книгами, учился военной науки. Веселый человек, он всех заражал весельем. Мне рассказывали, что в марте, когда люди пали духом, он пел песни, шутил, рассказывал андалузские анекдоты, и все невольно улыбались. Мы заговорили о перспективах. Модесто не унывал. Посмотри, какая у нас теперь армия. Потом он вздохнул. Вот авиации мало. Да ты не объясняй, я все понимаю. Но очень мало. Недавно я встретил Модесто в Риме после долгой разлуки. Я обрадовался, как будто ступил на землю Испании. Он все тот же и таким же голосом, как Ноэбро сказал, посмотри, какая теперь в Испании молодежь. Я не терял надежды, хотя понимал, что надеяться не на что. Сердце часто в размолвке с рассудком. Это супружеская пара, которая не может немирно сосуществовать, не развестись. Что меня приподымало? Да все тоже мелкие приметы. Не было кабака, и одинокий солдат на посту сказал мне, у меня две сигареты, отдай одну первому товарищу, которого встретишь. В Барселоне на площади Каталонья я как-то дал двум девочкам плитку шоколада, которую привез из Франции. Девочки позвали подруг и аккуратно разломали плитку на десять крохотных кусочков. В прифронтовой каталонской деревне Пуич-Верт я зашел в крестьянский дом и сразу увидел городских детей. Старик-хозяин сказал мне, в Испании теперь мало земли, видишь, они из фраги, была у них земля и отобрали. Это не сентиментальная история, а быт Испании накануне развязки. Летом, особенно осенью, я часто уезжал во Францию. Разворачивались события, от которых зависела судьба Европы на долгие годы. Я предложил Савичу писать для известий, когда меня нет в Барселоне. Он согласился, и газета обзавелась новым корреспондентом с красивым испанским именем Хосе Гарсия. Каждый раз уезжая, я с тревогой оглядывался на испанского пограничника. Стал суеверным. А вместе с тем я не только писал, но и чувствовал, есть еще надежда наперекор всему. В четвертой части этой книги почти все главы связаны с политическими событиями, происходившими в Европе в 1934-1938 годы. Это естественно. События были значительными, и я не чувствовал себя зрителем. Я не могу оторвать свою биографию от приступов позноба, в которые эпоха бросала сотни миллионов людей. Рассказать про свою жизнь иначе было бы неправдой. Когда мне было 20 лет, я думал о Кате, о картинах Мемлинга, по стихах Блока. Дни пахли туберозами, которые я покупал вместо того, чтобы пообедать. Я даже не знал, кто стоит во главе французского правительства, хотя жил в Париже. Не интересовался тем, что происходило в Агадире, хотя Агадирский кризис грозил мировой войной. Не раздумывал над аграрной реформой Столыпина, хотя продолжал считать себя революционером. Четверть века спустя я не только писал в газетах, я чувствовал свою зависимость от того, что в этих газетах сообщалось. Обоняние диктует памяти навязчивые детали. И многие дни того времени связаны в моих воспоминаниях не с ароматом цветов, а с запахом печатной краски. Я говорю об этом без радости и без сожаления. Жить по-другому я не мог. Двадцатилетнему юноше казалось, что он свободно выбирает такую жизнь, какая ему по душе. В конце тридцатых годов я давно распрощался со многими иллюзиями, знал, что если и дана человеку возможность выбрать дорогу, то петля этой дороги зависит не от него. Назвался груздем полезай в кузов. Да, конечно, но ведь и грузди в кузове не похожи один на другой. Я писал в предшествующих главах о борьбе Испании, о молодуши Блюма или Долодье, о крестьянах Каталонии, о немецких летчиках. Теперь мне хочется рассказать немного о себе. Я говорил, что часто ездил во Францию, где назревали большие события. Газета об этом просила, да и мне самому хотелось знать, будет война или нет. Люба сняла домик в Баньюльсе возле испанской границы. Там я отдыхал от бомбежек. Приезжали Савич, друзья из Барселоны. В Баньюльс приехала из Парижа моя давняя приятельница розовая смешливая Дуся. Приехал Мальро, он кончал съемки фильма об испанской войне. В Париже было тревожно, и после испанской эпопеи нелегко было мириться с малодушием, с каридностью, привязанностью к тысячам годовых услад. Мало кто приходил на Монпарнас из моих старых друзей. Художники говорили уже не о фактуре Холстов, а о судетских немцах и Чамберляне. Ирина писала редко, письма были пустыми, впрочем, других я и не ждал. Новый посол Сурец был человеком сердечным, но подружился с ним по-настоящему много позднее, в послевоенные годы. Человеку, занимающему ответственный пост, трудно разговаривать. Он должен уговаривать или отговаривать. В 1938 году неожиданно для себя после перерыва в 15 лет я начал писать стихи. Почему это приключилось? Прежде всего от горя и одиночества. В часы радости человек общителен, он делит свою радость, будь-то с толпой на улице, будь-то среди четырех стен, с дорогим для него существом. А в минуты самого высокого полного счастья человек молчит, как будто боясь словом поторопить время, разрушить внутреннюю гармонию. Горе же требует слов. У него есть язык, только очень редко ему перепадают чужие уши. Кто знает, как мы были одиноки в те годы. Речей было много, пушки уже кое-где полили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким, только порой особенно крепко сжимали руки друзей. Мы ведь все были участниками великого заговора молчания. Я глубоко привязан к своей основной работе к прозе, зная ее радости и трудности. Это путь в гору с петлями, с обвалами, с одышкой, порой с инфарктами. Это слова, обращенные к людям о людях. Комната прозаика всегда переполнена невидимыми для посетителя героями, милыми или несносными, друзьями или недругами, прошенными и непрошенными, навязанными жизнью. Прозаик ищет для своей работы уединение. Ему нужны рабочий стол, тишина, но по правде говоря, он живет и пишет на шумном беспокойном перекрестке. Поэт может сочинять стихи на улице, в автобусе, на скучном заседании, но в эти минуты он одинок. Никогда не вздумалось бы никакому прозаику, даже в давние времена, когда люди обожали мифологию, беседовать с музой. А поэты, включая и тех, которым никто не говорил в школе, что муза эрато олицетворяет лирику и сжимает в руки лиру, вдруг да вспомнит про музу. Лирика напоминает дневник, и часто люди начинают рифмовать от одиночества. Тютчев писал, как сердцу высказать себя, другому, как понять тебя, поймет ли он, чем ты живешь, мысль изреченная есть ложь. В стихах Тютчева затаенная мысль не была ложью. Есть у поэзии великая сила, рождаясь от одиночества, она разрушает преграды, существующие между людьми. Поэт беседует с воображаемой музой, ей исповедуется, часто не думая о судьбе зазвучавших в голове строк, а его признание становится живой водой для множества людей. Стихи Тютчева были изданы его друзьями, и Иван Аксаков потом писал «Тютчев при этом издании был очевидно сам в стороне, за него распоряжались, судили и рядили другие. Мы убеждены, что он даже и не заглянул в эту книжечку». А Лев Николаевич Толстой до смерти бормотал тютчевские строки, которые я привел. До чего одинок, несчастен был Лермонтов. Свои лучшие стихи Верлен написал в тюрьме. Дневник Блока потрясает тоской одиночества. Можно было бы заполнить десятки страниц таким перечнем. Я отнюдь не хочу прославлять одиночество, но скажу, как Бергамин, одиночество это не объединение, не программа, не опостылившая всем башней слоновой кости. Какая уж тут кость, тут беда, а беды на свете много. Я снова взялся за стихи еще по одной причине. Повесть «Что человеку надо» я написал летом 1937 года между Брунетто и Теруэлем. За роман «Падение Парижа» сел осенью 1940 года. В течение трех лет я писал статьи, очерки, короткие сообщения о военных операциях или о политических событиях. Я писал и повторял написанные в телефонную трубку или выстукивал русские слова латинским шрифтом на телеграфных бланках. Я невольно переставал думать о слове. Мой язык беднел, становился стандартным, почти условным. Хочу признаться в моей страсти. Думаю, никто меня не заподозрит в национализме. Я много жил за границей, научился ценить гений других народов. Я не полиглот, но несколько языков понимаю. И вот я с ранней юности по сей день влюблен в русский язык. Мне кажется, что он как будто создан для поэзии. Каждый человек любит язык, на котором он говорит с младенчества. Но я не только люблю русский язык, я перед ним преклоняюсь. Он обладает свободой, не существующей в других известных мне языках. От перестановки слов в фразе меняется смысл. Есть языки с музыкальным ударением на различных слогах. Я смелюсь сказать, что русский язык обладает лирическим ударением на том или ином слове. Свобода, отсутствие обязательного уточнения рождающегося в западноевропейских языках от жесткости синтаксиса, отсутствие артиклей, все это предоставляет писателю безграничные возможности. Перед ним неистощенные почвы былых веков, а постоянная целина. Поэзия стала для меня трудным разреженным воздухом, очищением. Ощущая важность отдельного слова, я чувствовал и связь с прошлым, и реальность будущего, осязал детали жизни, и это помогало бороться с отчаянием. Я сочинял стихи в машине или в поезде, в часы отдыха или на шумлевом собрании, на улице, во фронтовых землянках. Записывал я их позднее. Стихотворения были короткими, и я их знал на память. Пятнадцатилетняя Анна Франк, прячась от фашистов, ввела дневник и обращалась в нем к воображаемой подруге Китти, так она назвала подаренную ей тетрадку. Не знаю, кому я исповедовался. Может быть, все той же музе, непрекаянной, покрытой грязью фронтовых дорог, оглохшей от бомбежек, необнаруженной на писательских собраниях и воистину беспачпортной. Я писал стихи о различных событиях, которые до того описывал в газете и о которых упоминал в этой книге. Писал, конечно, по-другому. Возле Мората де Тахунья бригада Лукача произвела разведку боем. Это была трудная операция, стоившая многих жертв. Стихотворение «Разведка боем» я кончал словами. А час спустя заря позолотила чужой горы чернильные края. Дай оглянуться, там мои могилы, разведка боем, молодость моя. В отчете о попытке наступления в Касадель Кампо я писал о Канарейке и редакция на меня рассердилась, в общем, справедливо. В стихах я вернулся к птичке. Что здесь делают шкаф и скамейка, эти кресла в чехлах и комод? Даже клетка, а в ней Канарейка и проклятая громко поет. Но не скрою, волнение печуги до меня на минуту дошло, и тогда я припомнил в Веспуге бредовое мое ремесло. Эта спазма, что схватит за горло, не отпустит она до утра, сколько чувств до канала затерла слов и звуков пустая игра. Я писал о похоронах советского летчика в испанской деревне. Подоливами могилу вырыв, положили на могиле камень, на какой земле товарищ вырос, под какими плакал облаками, и бойцы сутулились тоскливо, отвернувшись, сглатывали слезы, может быть, ему милей оливы, простодушная печаль березы. Писал ей о том, о чем не мог, не хотел никому рассказать, о том, что увидели, пережил в Москве. Приведу одно стихотворение 1938 года, не потому, конечно, что придаю большое значение моим стихам, а потому, что в стихах легче выразить многое, нежели в прозе. додумать не дай, оборви, молю, этот голос, чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась, чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума, чтоб, вспомнив, скачить, себя оборвать, не додумать, чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпами на пол, чтоб текли ночью часы, чтоб кран этот капал, чтоб капля закапли, чтоб цифры, рифма, чтоб что-то, какая-то видимость точной срочной работы, чтоб биться с врагом, чтоб штыком, под бомбы, под пули, чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули, не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость, не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось. Писал я об эпохе, о бурном горном потоке, который потом становится широкой плавной рекой, пытался утешить себя. Закончится и наше время среди лазоревых земель, где садовод лелеет семя и мать качает колыбель, где летний день глубок и долог, где сердце тишиной полно, и где с руки усталый голубь клюет пшеничное зерно. Может быть, это слабые стихи, не знаю. Мне они до сих пор дороги, как признание, я не мог не уделить им места в книге о моей жизни. Мне кажется, что эта глава поможет читателю лучше понять автора. Французская пословица уверяет, будто дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Нет, занавеска исповедальни может быть одновременно и опущена и приподнята. Известия из Парижа и Лондона волновали всех. Испанские газеты уделяли полосы Чехословакии. На фронте Эбро бои затихли. Все ждали, чем кончится трагедия, которая разыгрывалась не на театре военных действий, а в закрытых для посторонних глаз министерских кабинетах. Я приехал в Париж 23 сентября. День был душный, казалось, разразится гроза. Я пошел в Чехословатское посольство, к советнику Шафранеку, с которым иногда встречался. Он был мрачен, сказал мне, лично я ни на что больше не надеюсь. Это был высокий, плотный, обычно невозмутимый человек. В тот день он не мог совладать с собой. Его голос срывался, он повторял, сегодня очень жарко, правда? Налил воду в стакан, и руки его дрожали. Под окнами стояли толпы, приходили делегации рабочих, профессора, писатели, все возмущались намечающимся предательством, дрожали сочувствие Чехословакии. Я пропустил телефонный звонок редакции, ходил по улицам рабочих кварталов. Последствии слышались те же слова «Чендерлен», «Капитуляция», «Доладье», «Фашизм». Люди были возбуждены. Один рабочий говорил «Сволочи, неужели они не понимают, что если отдать немцам чехов, они через месяц пойдут на нас? Вот уж кто предатели». В богатых районах я увидел картину, памятную мне по 1914 году. Прислуга грузила на машины элегантные чемоданы. Здесь было тихо, только какая-то дама кричала, видимо, тугому на ухо пожилому спутнику. «Ты опять не понимаешь, этот сброд из Народного фронта хочет, чтобы Париж уничтожили, как Мадрид!» Я пошел в редакцию газеты «Ордр» к Эмиле Бюре, тучному, умному, несколько циничному в своих отзывах. Это был блистательный журналист, представитель старой Франции. Он придерживался правых убеждений, считал, что Народный фронт опасная затея, но, будучи патриотом, обличал капитулянтов. «Вы знаете, чего они боятся?» «Победы!» «Ведь воевать против немцев придется вместе с вами!» «Один депутат вчера мне сказал, военные сошли с ума, настаивают на сопротивлении, они не понимают, что это окрылит коммунистов». Я им ответил, «Речь идет не о составе кабинета, а о судьбе Франции. Что вы хотите? Мы выродились. Нужен Климонсо, а у нас Доладье». Это Тартарен, только без фантазии. Я помню, как два года назад он подымал кулак и обнимал Тереза. Вы увидите, завтра он подымет руку и обнимет Гитлера». Я прочитал в Эвр статью «Же оно». Он писал, что живой трус лучше мертвого храбреца. Мне хотелось скорее вернуться в Барселону. А выйдя из дому на следующее утро, я увидал людей, которые читали расклеенное объявление о частичной мобилизации. Доладье заявил, что Франция выполнит свои обязательства и будет защищать Чехословакию. Блюм, когда Франко поднял мятеж, тоже сказал, что Франция поможет Испанской Республики. Толейран говорил, что никогда не нужно следовать первому чувству, оно бывает благородным и, следовательно, глупым. Я не хочу, конечно, сравнивать Толейрана, циничного и крупного политика, с людьми вроде Доладье, случайно оказавшимися у государственного руля растерянными и недальновидными провинциалами. Мобилизованные шли на вокзалы. Некоторые поднимали кулаки и пели «Интернационал». На углах улиц прохожие останавливались, начинались споры. Один кричал, «Какое нам дело до Чехов? Пускай большевики защищают Бенеша». Другой назвал его фашистом. Полицейские вяло повторяли, «Расходитесь, пожалуйста, расходитесь». У них был растерянный вид, они не знали, кого бить. В Париже бустовали строительные рабочие. 25 сентября они прекратили забастовку. Объявил, что не хотят мешать обороне Франции. Развозили песок против зажигалок. Дороги на юг были заполнены машинами. Буржуазия отбывала. Повсюду я слышал одно слово «Война». Реквизировали автобусы. Женщины записывались на краткосрочные санитарные курсы. Некоторые магазины закрылись. Вечером Париж погрузился во тьму и на минуту мне показалось, что я иду по улицам Барселоны. 30 сентября объявили о Мюнхенском соглашении. Зажглись фонари и средние французы потеряли голову. Им казалось, что они одержали победу. На больших бульварах в туманный вечер толпа ликовала. Противно было смотреть. Люди поздравляли друг друга. Муниципалитет постановил назвать одну из парижских улиц улицей 30 сентября. Вечером мы с Путерманом ужинали в кафе Купой на Монпарнасе. Я упоминал, что мой друг Путерман редактировал левый еженедельник Лю. Он был уроженцем Бессарабии, боготворил Пушкина, собирал редкие книги, а сердце у него было совсем не книжное, горячее, страстное. Мы сидели подавленные происшедшим. За соседними столиками французы пили шампанское, пировали. Один из соседей вдруг заметил, что мы возмущены тостами, гоготом, карнавальным весельем и спросил, мы вас, беспокоим? Путерман ответил, да, сударь, я чехословак. Они притихли, а несколько минут спустя снова стали восторженно галдеть. Я видел, как Даладье проехал по Елисейским полям. В его машину швыряли розы. Даладье улыбался. В парламенте социалисты, накануне осудившие Мюнхенское соглашение, проголосовали за правительство. Блюн писал, мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения. На бульваре Капюсин я увидел над кинотеатром четыре флага, среди них немецкий со свастикой. Газеты объявили подписку на подарок миротворцу Чемберлену. В альзасском городе Кольмар четыре улицы были переименованы, одна получила название улица Адольфа Гитлера. Сурец сказал мне, что Даладье тряпка. Бонне представлял сторонников Капитуляции. Мандель резко возражал, но в последнюю минуту взял назад отставку. Я заканчиваю очередную корреспонденцию словами. На Гитлера шагающие к Триумфальной Арке редакция эту фразу выпустила. Мне объяснили, что нужно повременить. Может быть, наступит похмелье. Просили часто подробно сообщать о событиях. 11 октября известия обзавелись новым специальным корреспондентом Полем Жосленом. Псевдоним я выбрал случайно, не думая, конечно, о герое Ламартино. Эренбург продолжал посылать длинные статьи, а Пой Жослен ежедневно передавал две-три заметки. В октябре я поехал в Эльзас. Эльзасские фашисты, ободренные Мюнхеном, начали поговорить о присоединении к Рейху. Едва я приехал в Страсбург, как за мной пришел чиновник префектуры. Префект сразу меня спросил, не собираясь ли я защищать отделение Эльзаса от Франции, как это сделал корреспондент Дели Экспресс. Я рассмеялся, объяснил, что позиция Советского Союза никак не похожа на позицию лорда Бивербруга. Он обрадовался и сказал мне, что один крупный полицейский поможет мне собрать информацию о деятельности автономистов. Так называла себя прогитлеровская партия. Полицейский оказался находкой. Во-первых, он не любил немцев, во-вторых, автономисты обидели его лично, назвали в своей газете рогоносцем. Он показал мне интересные документы, найденные при обыске, список членов тайной организации, даже на рукавные повязки, чтобы в час действий заговорщики могли бы узнать друг друга. Он сказал мне, что все это известно правительству, но министр Шатан решил замолчать дело, боится обидеть Гитлера. Я повидал различных политических деятелей в Страсбурге, в рабочем городе Милузе. Мои статьи не прошли бесследно. Их цитировали газеты, выступавшие против капитулянтов. Ими заинтересовалось и правительство. Как я потом узнал, Шатан предложил выслать меня из Франции. Мандель возражал, и меня не выслали. Я нашел среди бумаг телефонограмму иностранному отделу известий. Прошу меня вызвать по телефону 25 октября в 12 часов по московскому времени для сверки. Пришлю отдельно телеграфом короткие интервью с различными политическими деятелями Эльзаса. 25 вечером уеду в Марсель. В Марселе состоялся съезд радикальной партии. К ней принадлежали Даладье и большинство министров. Я помню радикальную партию в прошлом. Когда она представляла мелкую буржуазию, крестьянство южных областей, свободомыслящую интеллигенцию и когда она твердила о чистоте якобинских традиций. В Марселе о якобинцах не вспоминали. Зато многое с жаром говорили о коммунистической опасности, хотя официально еще существовал Народный фронт. Ораторы во всем обвиняли рабочих, называли их лодырями, прославляли миролюбца Деладье. Правда, были и другие радикалы, Пьер Котт, Боссутру, им не нравилась политика Деладье, но я понимал, что таких скоро исключат из партии, если они сами из нее не уйдут. Я говорил с Эдуардом Эррио. Он был подавлен, не решался порвать с Деладье. Своей речи он сказал, что Советский Союз готов был выполнить свои обязательства, что Франция потеряла союзников, что угроза войны возросла, а мне жаловался. Французы потеряли голову. Мы забываем, что мы великая держава, не зная, чем это кончится. Во время съезда произошел большой пожар, загорелась и гостиница, в которой жили делегаты. Оказалось, что у пожарных мало лестниц. Эрио, вспылив, кричал, может быть, мне выписать пожарников из Леона? Зрелище было почти нарочитым, каким-то предварительным показом надвигающейся катастрофы. Вскоре в Нанте состоялся другой съезд всеобщей конфедерации труда. Туда тоже поехали неразлучные друзья Эренбург и Поль-Жослен. Коммунисты призывали к борьбе, но и в Нанте нашлись сторонники капитуляции. Один из них сказал, спасение Франции в том, чтобы перейти на положение второстепенной державы. Все путалось, стоял густой туман и над городами, и в сознании. Газета Эвр уверяла, что она всегда отстаивала мир, начиная с того времени, когда печатала огонь Барбюса. Она и не изменила своей позиции, нужно пойти на новые выступки Гитлеру и Муссолини, чтобы избежать войны. Были и такие левые, которые, протестуя против распуска по ум в Испании, требовали запрещения коммунистической партии во Франции. Писатель Селин предлагал объединиться с Гитлером в священной войне против евреев и калмыков. Калмыками он, видимо, называл русских. Меня пригласили в Сюрте, французская охранка. Один из крупных чиновников вежливо спросил меня, не заметил ли я, что за мной следят. Я ответил, что, кажется, шпики иногда ходят за мной, но я привык, не обращая внимания. Чиновник сказал, что за мной следят крайне правые террористы. Вытащил полсотни фотографий и попросил опознать людей, которые меня преследуют. Я улыбнулся, узнать никого не могу, а за себя не боюсь. Напрасно. Мы знаем, что организация, которая убила братьев Россели, решила вас ликвидировать. Я поблагодарил за участие и ушел. Мне почему-то казалось, что никто в меня стрелять не собирался, а Сюрте понадеялась, что я испугаюсь и уеду из Франции. Моя газетная работа, встречи с политическими деятелями, памфлеты, да и обильная информация, которую посылал Поль Жослен, не могли нравиться тогдашним правителям Франции. Однако недавно я нашел среди старых газетных вырезок отчет о судебном процессе, происходившем в Париже в 1947 году. Судили террористическую кучку когуляров, которые убили итальянских антифашистов братьев Россели. Один из подсудимых рассказал на суде, что ему поручили следить за мною. Приходится признаться, что я зря подозревал в сюрте. Хоть это бывает редко, охранники действительно пытались меня охранить. Все шло как по расписанию. Правительство опубликовало чрезвычайные декреты, направленные против рабочих. На 30 ноября была назначена всеобщая забастовка. Правительство решило заменить забастовщиков солдатами. Водители автобусов, которые не хотели работать, отвозили прямо в тюрьму. Забастовка провалилась. Даладье мог выпить еще за одну победу над рабочими. Слова «Народный фронт» отовсюду исчезли. В Германии происходили грандиозные еврейские погромы. Несчастные люди пытались перейти границу, спастись во Франции. Пограничники их ловили, некоторых по приказу Парижа выдавали немцам. В начале декабря вернулись из Испании французы интербригадовцы. Их встречали рабочие. Встреча была трогательной и бесконечно печальной. Пока интербригадовцы сражались у Гвадалахары на Хараме, фашизм с черного хода прокрался весь дом. Гражданская война во Франции началась в 1934 году. Это была скрытая война, без пушек, но с атаками и контратаками, с жертвами, со взаимной ненавистью. Мюнхен не был случайностью. Буржуазия шла на любые жертвы, лишь бы справиться с рабочими, а рабочие озлобленные изменой угрюмо молчали. Я хорошо запомнил осень 1938 года. Жизнь внешне казалась прежней. Люди работали, пили аперитивы, играли в карты, танцевали, но за всем этим были горечь, тревога, смятение. Я не мог смотреть в чужие, знал Францию, любил ее и видел, что она идет к гибели, как лунатик с раскрытыми невидящими глазами, сентиментальными песенками, с хризантемами, с паштетами, со сплетнями. Статьи, написанные в конце ноября, я назвал «Грусть Франции» и в ней писал «Я говорю не о нужде, даже не о горе, а той огромной грусти, которая опустилась на эту землю». Мюнхен надломил Францию. А Поль Жослен аккуратно сообщал, как Жюль Ромен, позавтракав с Риббентропом, уверовал в будущее Франко-Немецкого Союза или как владельцы военных заводов субсидируют пацифистскую пропаганду профсоюза школьных работников. 5 декабря я писал в Москву «Хочу несколько освободиться от Жослена, который вытесняет Оренбурга из жизни. Устал, нет свободной минуты. Надеюсь, редакция это поймет». Начиналась зима, улицы пахли жареными каштанами, продрогшие влюбленные крепче прижимались друг к другу. Несколько дней спустя мне удалось выбраться в Барселону. Не успев оглянуться, я уже кричал в телефонную трубку «Наступление противника началось на всем фронте, от Тремпа до Эбра». Здесь люди еще боролись. Вскоре после приезда в Барселону, кажется, это было под Новый год, я пошел к поэту Антонио Мачадо, привез ему из Франции кофе, сигареты. Он жил на окраине города в маленьком холодном доме со старой матерью. Я там довольно часто бывал летом. Мачадо плохо выглядел, горбился, он редко брился, это еще больше его старило, ему было 63 года, а он с трудом ходил, только глаза были яркими, живыми. У меня сохранилась запись об этой последней встрече. Мачадо читал отрывки из Элегии Хорхе-Манрике. Наша жизнь это реки, а смерть это море. Берет оно столько рек, туда уходит навеки наша радость и горе, все, чем жил человек. Потом он сказал о смерти. Все дело в том, как, надо хорошо смеяться, хорошо писать стихи, хорошо жить, и хорошо умереть. Он вдруг по-детски улыбнулся и добавил, если актер вошел в роль, то ему легко и уйти со сцены. Антонио Мачадо умер патетически, хотя он был самым скромным изо всех поэтов, которых я встретил в жизни. Когда фашисты подошли к Барселоне, он взял с собой мать, и они вместе зашагали по страшным дорогам пограничной полосы. В изгнании Мачадо прожил всего три недели. Скончался он в местечке Кольюрс, оттуда видны горы Испании. Мать пережила его на два дня. Мачадо не мог больше жить. Теперь он признан всеми как самый большой поэт Испании нашего века. Его память чествует академике франкистской Испании. Ему посвящают стихи молодые испанские поэты. Он уже вне споров, да и вне событий. А рассказываю я о нем здесь, потому что для меня его образ неотделим от тех трагических дней, когда Испания покидала Испанию. Познакомился я с ним в Мадриде в апреле 1936 года. Помню, с каким восхищением слушали его стихи Рафаэль Альберти, Неруда десяток молодых писателей. Я сказал, что он был удивительно скромным, но этого мало. Чехов застеснялся, когда Бунин назвал его поэтом, протестовал, доказывал, что он грубо пишет о грубой жизни. По-человечески Мачада чем-то напоминал Антона Павловича. Как-то он мне сказал, может быть, я и не поэт? Кеведо был поэтом. Рансар, Верлен, Рубен, Дерио. Я люблю поэзию, это правда. Это не было кокетством, позой. В 60 лет он конфузился, слушав восторженные признания. И добрым он был, как Чехов, с нисходительным к чужим слабостям, старался оправдать желчных, обиженных судьбою критиков или злосчастных графоманов. Во всем он видел крупицу добра или красоты. Его поэзия прежде всего человечна. Он читал мне строфы Хорхе Манрике. Трудно найти испанского поэта, который не писал бы о смерти. Летом 1938 года в Барселоне мы разговаривали о положении на фронте, о поведении Франции. И Мачадо сказал, неправильно за границей думают, что испанцы фаталисты, что они встречают смерть с резиняцией. Нет, они умеют бороться против смерти. Я видел, как последние годы он боролся против смерти. Его не смущали ни бомбежки, ни жизнь на привалах. Он не хотел уехать из Мадрида. Его вывезли в Валенсию, как картина музея Прадо. Он писал в Мадриде, в Валенсии, в Барселоне, писал изумительные санеты и чуть ли не каждый день писал статьи для фронтовой печати. Однако к мыслям о смерти он возвращался неустанно. В этом, как во многом другом, он оставался испанцем. Он писал санеты, легии, белые стихи, стихи с рифмами, любил гномическую поэзию, короткие философские четверостишие. По большей части он их не рифмовал. Согласно традиции романсеро, последние слова второй и четвертый строк имеют одну и ту же ударяемую гласную. Это звучит еще тоньше, неуловимей, чем наши самые далекие ассанансы. Ты говоришь, ничего не пропадает, но если ты разобьешь стакан, никто из него не напьется, больше никто никогда. Ты говоришь, что все остается, может быть, ты и прав, но только мы все теряем и все теряют нас. Все проходит и все остается, а наше дело идти по дороге шаг за шагом, дойти до моря, пройти. Я часто вспоминаю и другие его четверостишие. Разглядывая мой череп, новый гамлет скажет, красивая окаменелость маски карнавала. человеку в море четыре вещи совсем не нужны, весла, руль, якорь и страх по морю плыть. Два боя ведет человек, и каждый непокорен, с Богом воюет во сне, проснувшись, воюет с морем. Наши часы минуты, когда мы жаждем узнать, и столетия, когда мы узнали то, что можно узнать. Хорошо, что мы знаем стакан для того, чтобы пить из стакана. Плохо, что мы не знаем, для чего существует жажда. Рубен Дорио писал о Мачадо. Он пасет тысячу львов и тысячу козлят. В поэзии Мачадо необычное сочетание степной полыни и сладости лета, мудрости и простоты. Это видение нищих сел возле ссории, камней Кастилии, человеческой беды, мужества, надежды, и всегда у него дорога шаг за шагом, дорога в гору или под гору, трудная дорога Испании, человека. Жизнь он прошел шаг за шагом с людьми и в одиночестве. Никогда не был на сцене, хотя и написал со своим братом несколько пьес, прожил на галерке жизни. Он был преподавателем сначала французского языка, потом испанской литературы, жил в провинциальных городах в Сории, в Байсе, Сеговии, в различных испанских царево-кокшайсках. Весной 1937 года, когда я вернулся из поездки на Южный фронт, я решил проведать Мачада. Он жил тогда неподалеку от Валентии. Он расспрашивал меня о фашистах, которые сидели в Верхен де ля Кабеса, потом спросил, как мне понравилось Ла-Манча. Я записал некоторые его фразы. Французский пейзаж легок. Господь Бог писал его в годы зрелости, может быть, даже в старости. Все обдумано, во всем чувство меры, немножко больше, немножко меньше, и все разлетится. А Испанию Бог писал молодым, не обдумывал мазков, не знал даже, сколько камней нагромоздит один на другой. Я люблю степь Чехова. Мне почему-то кажется, что русские могут понять испанский пейзаж. Ла-Манча, все знают это слово, Дон-Кихот. Но почему многие не понимают, что Аль-Донса это Дуль-Цене? Каждый испанец видит в здоровой, крепкой, домовитой девке мечту. И каждый испанец твердо знает, что Дуль-Цене умеет вести хозяйство, сплетничать и ставить метки на рубашках. Тургенев, когда он писал о Гамлете и Дон-Кихоте, не понял, что Аль-Донса и Дуль-Цене слиты. Может быть, потому, что все его героини или чистые небесные создания или хищницы Дон-Кихот и Сан-Чо Панса не противопоставление, а два выражения одного лица. Разрыва у нас нет, но единство дается труднее любого противопоставления. Это и есть Ла-Манчо, да и вся Испания. Я привел в дословном переводе поэтические сентенции Дон-Кихота Сан-Чо Пансы. Я не решаюсь перевести те сладкие и насмешливые строки, которые слагал Антонио Мачадо для льдонсы Дульцинеи. Они настолько связаны с музыкой, что одно иначе звучащее слово и пропадет очарование. Это роднит Мачадо с блоком ночных часов. Да и был он для Испании тем, чем блок для России. Шаг за шагом. Его поведение в годы войны было предопределено всей его жизнью. Здесь не было ни чуда, ни внезапного прозрения, ни перелома, только верность себе, Испании, веку. Многие люди, даже изучавшие иностранные языки, не понимают языка искусства. В литературной энциклопедии один критик писал, Мачадо типичный представитель той части мелкобуржуазной интеллигенции, которая перед лицом наступающего капитализма стремится уйти в мир самоанализа и в мелкобуржуазном гуманизме пытается найти разрешение противоречий современности. Это было написано в 1934 году, а в 1954 году другой критик писал в Большой советской энциклопедии сборник стихов поля Кастилии 1912-й проникнут любовью к родной земле и горестым раздумьям о судьбах испанского народа. В сборнике «Новые песни» 1924-й поэт выступает против реакционного буржуазного искусства. Может быть, изменился Мачадо? Нет. Оба критика пишут о его книгах, вышедших в 1912-м и 1924-м годах. Может быть, изменились критические навыки? Ничуть. Просто годы войны помогли людям, понимающим газетные сообщения и не понимающим поэзии, установить, какой ярлычок подходит для Мачадо. Печально, что нужны обязательно бомбежки или концлагеря, чтобы поэты получали право на жительство. Я многое в жизни растерял, а книги Мачадо с его надписями сберег, вывез их из Испании, потом из оккупированного немцами Парижа. Я иногда смотрю на почерк, на фотографию, я его снял в Барселоне, и человек сливается со строками стихов. «Ты на моем пути, вода или жажда? Скажи мне, нелюдимая подруга». Он воевал вместе с народом. Помню, как на эбро командир дивизии Тагуэнья читал бойцам приветствия Мачадо, и голос его дрожал от волнения. «Испания, Сида, Испания 1808 года узнала в вас своих детей». Когда мы расставались, Мачадо сказал, «Может быть, мы так и не научились воевать, да и техники у нас мало, но не нужно судить слишком строго испанцев. Вот и конец, и сегодня-завтра они захватят Барселону. Для стратегов, политиков, историков все будет ясно. Войну мы проиграли, а по-человечески не знаю. Может быть, выиграли». Он проводил меня до калитки. Я оглянулся и увидел его печального, сутулого, старого, как Испания, мудрого человека, нежного поэта, и глаза его увидел очень глубокие, не отвечающие, не спрашивающие. Бог весть, кого увидел в последний раз. Завыла сирена, началась очередная бомбежка. 28 января 5 февраля 1939 года последняя неделя в Каталонии развязка. Как об этом рассказать? Мы ведь столько перевидали с тех пор, столько пережили. Но в моей памяти живы те дни, рано не закрылось. 28 января я приехал в Херону. Это был прежде небольшой старинный городок с живописными уликами, с аркадами, садами, древними камнями крепостных стен. И город кричал, ни один человек, ни сотня, весь город. В Хероне было прежде 30 тысяч жителей, теперь в ней находилось 400 тысяч. Люди сидели, лежали, спали на площадях, на улицах, с мешками, корзинами, и почти непрерывно фашистские самолеты бомбили, расстреливали людей. Не было больше ни республиканских истребителей, ни зенитной артиллерии. В тот день мне казалось, что ничего больше нет, кроме крика, крови и лопат на кладбище. Рыли братские могилы. 30 января командир дивизии, рослый костлявый испанец, говорил, у нас нет лопат, мы должны окопаться, но у нас нет лопат. Дороги были забиты лавиной беженцев, шли городские жители, кто-то тащил кресло, бородатый почтенный человек, похожий на профессора, волочил перевязанной толстой веревкой огромные фолианты, крестьяне гнали овец, коз, девочки шли с куклами, уходил народ. Теперь уж никто не писал на стенах о том, что люди не хотят жить с фашистами, не до слов было, да и не знает, думали ли уходившие о жизни, они шли вперед без лозунгов, без надежды, может быть, без мыслей. Некоторые части продолжали сражаться, задерживая противника. Маленький городок Фигерас, расположенный в 20 километрах от французской границы, на короткий срок стал столицей Испанской Республики. Старой кузнице я увидел знакомого журналиста, там помещались редакция и типография барселонской газеты. Готовили номер. Человек с забинтованной головой в полутьме диктовал «Успешно отражает атаки численно превосходящего противника». Я искал Савича и не мог его найти. Когда я был на главной площади заваленной людьми, началась очередная бомбежка. Потом итальянские самолеты с бреющего полета расстреливали беженцев. Начальник штаба сказал мне, я должен дать сводку, а нет даже пишущей машинки. Ходили зловещие слухи, в пограничном Порт-Бу высадились итальянцы и отрезали Фигерас от Франции. Французы не пропускают через границу даже женщин, в кафе перевязывали раненых. «Кажется, вот где русские», сказал мне один командир, показав на здание школы. Но я увидел Негрина, Пальвареса, Дальвайо, других министров. Они сидели вокруг длинного стола на табуретках, лежали карты, папки с бумагами. Негрин сказал мне, «Мы должны выиграть время, чтобы обеспечить эвакуацию во Францию население. Потом мы сможем перелететь в Мадрид». Один из министров доказывал, что самое главное вывести армию и технику. Через Марсель можно будет переправить людей и вооружение в Валенсию, а там вместе с частями Центрального фронта перейти в наступление. Не все иллюзии были еще потеряны. Мне сказали, что советские товарищи остановились в деревушке в восьми километрах от города. Пришлось потратить три часа, чтобы добраться до этой деревни. Ночи были холодными, и чтобы согреться, беженцы разводили костры, жгли барахло, которое зачем-то волочили по дорогам. А бомбежки не стихали. «Я вошел в крестьянский дом и обомлел от счастья. Пылал огромный камин. Перед ним сидели Савич и Котов». Савич объяснил, что на грузовике зачем-то вывезли посольскую библиотеку. Приходится сжечь, не оставлять же фашистам русские книги. Человека, которого звали в Испании Котовым, я остерегался. Он не был ни дипломатом, ни военным. Он бросал книги в огонь с явным удовольствием, приговаривал, «Кто тут? Каверин, пожалуйста?» «Ольга Форш?» «Не знаю». «А впрочем, там теплее». Поразил меня Савич. Он настоящий книгопоклонник. Когда он приходит в гости, то вдруг, забывая всю свою учтивость, начинает листать книги на столе, не слушает даже разговора. А тут заразился и с азартом швырял в камин томики. Котов сказал, «Хм, день второй. Придется уступить автору право на кремацию. Я кинул книжку в камин». Пришли сотрудники посольства, рассказали мне, что при эвакуации Барселоны забыли снять создание герб и флаг. Спохватились, кто-то сказал Савичу, «Может быть, вы снимете?» Савич вернулся в Барселону, где шла стрельба на улицах. Вместе со своим шофером Браун Пепе влез на крышу, снял герб и флаг. Все-таки Савич странный человек. Преспокойно вернулся в Барселону, когда в город входили фашисты. Писал отчеты для Тасса под бомбежками, сидел с Скотовым, жег книги, шутил, а неделю спустя в Париже умирал от страха. У него не было разрешения полиции, ночью он прятался у Дуси и даже веселенькая Дуся не смогла заставить его улыбнуться. Он показал мне телеграмму из пограничного французского городка. «Машина и я в вашем распоряжении, Пепе», Егорик усмехнулся. «Впрочем, может быть, ничего тут нет удивительного. Все люди таковы». Нам сказали, что 1 февраля в Фигерсе состоится заседание кортесов. Мы с Савичем в темноте долго разыскивали, где вход в подвал из старинного замка. Итальянцы без устали бомбили город. У входа стоял часовой в белых перчатках. Старичок неизвестно где достал потертый половик, постлал им лестницу, которая вела в подвал. «Неудобно, все-таки это кортесы». Отвели скамьи для дипкорпуса для журналистов. По просьбе распорядителя я сел на дипломатическую скамью, чтобы она не пустовала. Потом подошел кто-то из нашего посольства. Небрин был небритый, с глазами воспаленными от бессонных ночей. Он говорил, что Англия и Франция предали республику, подвергли Каталонию блокаде. Французы не хотели принять тяжелораненых. Была в его речи такая фраза «Франция пожалеет о том, что сделала». Приняли обращение к народу, борьба продолжается, голосовали поименно, депутаты подымались один за другими, торжественно отвечали «да». У одного из них была наспех перевязана рука, кровь проступала сквозь марлю. Я поехал ночью во французский город Перпиньян, чтобы передать о заседании кортесов визвестие и наутро вернулся. Беженцы не могли идти по дорогам. Они разлились, как река весной, заполнили скалистые уступы. Возле Пуэксерды лежал глубокий снег, дети в нем тонули. Близ перевала Арес я видел старух, которые ползли по обледеневшим скалам. Крестьяне резали овец, здесь же жарили, кормили солдат. Одна женщина родила в поле. Мы кричали, звали врача. Пришел старик, специалист по болезням горла и носа, принял младенца и потом, отобреваясь у костра, вдруг сказал «мальчику повезло, он успел родиться на испанской земле». Этот врач никак не походил на героя, роняющего исторические фразы. Он был в зеленой женской кофте и протягивал к огню распухшие пальцы ревматика. В пастушеском шалаше я увидел Альвареса Дальвайо. Кто-то принес ему в миске теплый ржеватый кофе. Глаза у него были такие печальные, что я отвернулся, а он, не теряя присутствия духа, говорил о грузовике с хлебом для солдат, о заградительном огне, об эвакуации раненых. Это человек большой веры. Раз в два-три года я его встречаю то в Париже, то в Москве, то в Женеве, и всякий раз вспоминаю февральский день, министра иностранных дел в шалаше с трагическими глазами, спокойным, ровным голосом. Где-то возле границы три дня спустя я стоял с Савичем на камне. Проходили нескончаемые толпы беженцев, кричали ослики, плакали дети. Прошел отряд бойцов, и солдат почему-то трубил в трубу. Бомбили. Один крестьянин взял горсти земли и завязал ее в большой красный платок. Потом я написал стихи. В них были различные детали, о которых я упоминаю в этой главе, но был еще тот второй план поволнения, что можно выразить только в стихах. Сырую ночь ветра точили скалы, Испания до спехи волоча на север шла, и до утра кричала труба помешанного трубача. Бойцы из боя выводили пушки, крестьяне гнали одуревший скот, а детвора несла свои игрушки, и был у куклы перекошен рот. Рожали в поле, пеленали мукой, и дальше шли, чтоб стоя умереть, костры еще горели пред разлукой. Трубы еще не замирала медь, что может быть печальней и чудесней, рука еще сжимала горсть земли, в ту ночь от слов освобождались песни, и шли деревни, будто корабли. На пограничных пунктах французы выставили не только жандармов, но и воинские части, сначала сенегальцев, потом французские батальоны. Испанские солдаты складывали оружие, их обыскивали. Обыскивали и многих беженцев. В Пертюсе я видел, как по ошибке женщин отделили от их детей, они кричали, не хотели идти, а их гнали. У меня была Кубфиль, карточка журналиста, выданная Парижской префектурой. В Париже она не производила особого впечатления, но здесь оказалась чудотворной. Меня свободно пропускали в Испанию и назад. Нужно было спасти от интернирования в лагерях многих товарищей, журналиста, уборщиц, посольства, шофера, начинающего поэта, интербригадовцев. В течение нескольких дней я занимался только этим. Даже не всегда успевал написать телеграмму в газету. Предпочитал позвонить в Париж, где якобы находился Поль Жаслен. Я нашел чудесных людей. Учитель из пограничного городка Пратс Дель Молло почти круглые сутки дежурил на горном перевале, кормил беженцев горячим супом, давал хлеб. Сотни людей приносили ему продукты. Механик из Араль-Сюртеш, владелец маленького гаража, на старой разбитой машине все время ездил к перевалу Арес, подбирал измученных, замерзших беженцев, отвозил их в городок. На этом перевале жандармы были сговорчивыми, и механик помог мне переправить через границу многих товарищей. Обидно, что я не запомнил его имени. 6 февраля я в последний раз шел по испанской земле. Это было у горной деревни Компродон. Вокруг еще шли бои. Французское правительство отдавало бесчеловечные приказы, а на местах люди действовали по-разному. Каждый день я видел и солидарность, доброту, участие, и откровенную низость. В городке Болю я разыскивал крестьянку с детьми, у меня были для нее письмо от мужа и деньги. Мэр тучный с тупым равнодушным лицом ответил мне, их здесь чересчур много. А полицейский кричал, это не ваше дело, уезжайте поскорее. Я ему напомнил о человеческих чувствах. Он ответил, что чувства его не касаются. В городках Сен-Лоран де Сердан, Прац Дальмолло, Арль-Сертеж жители кормили беженцев, прятали их от полиции. Некоторые эшелоны направили в Леон, и мэр этого города Эдуард Эрио дежурил на вокзале, помогал накормить испанцев, разместить их в казармах, в школах. А во многих французских газетах каждый день писали, что надо оградить Францию от испанских анархистов, коммунистов, убийц и насильников. В Перпиньяне я еще летом подружился с хозяином старой невзрачной гостиницы. Там я останавливался, туда теперь привозил товарищей. Все комнаты были заняты, приходилось спать в столовой, в конторе, где придется, но хозяин не объявлял полиции о приезжих и никого там не забирали. А в городе шла охота. Испанки, никогда в жизни не носившие шляп, покупали маленькие модные шляпки, пудрились, румянились, чтобы не видно было горя и чтобы их приняли за француженок. В Баньюльсе рыбаки избили репортера правой газеты, который издевался над побежденными. Да, разными были французы. Я не хочу их скопом обвинять или оправдывать. Испанцев французской власти разместили в концлагерях Аржелес и Сен-Сиприен. Давали одну буханку хлеба на шесть человек, протухшие в воду. Издевались. А Риббентропа в Париже чествовали. Впрочем, говоря о тех временах, лучше не вспоминать ни о справедливости, ни о Риббентропе. Кто только его не обнимал. Мне передали записочку от поэта Эррера Петера, которого посадили в лагерь. Он писал, что за проволокой сидят многие из моих друзей. Я поехал в Париж. Арагон, Жан-Ришар-Блок, Кассу, другие участники нашей ассоциации вступились за интернированных писателей. Через две-три недели удалось их освободить. Негрин и другие министры улетели в Мадрид. Территория, еще занятая республиканскими войсками, теперь была в кольце. Англия и Франция признали генерала Франка законным правителем Испании. Республику блокировали, в Марселе задерживали суда, которые должны были доставить в Валенсию хлеб или картошку. 6 марта в Мадриде командующий армией Центрального фронта полковник Кассада с благословения свадебного генерала Миаха произвел переворот, поставил на место Негрина кучку людей, решивших капитулировать. Однако развязка испанской трагедии были не судороги обреченного Мадрида, а те зимние дни, когда армия Эбро в полном порядке с оружием перешла французскую границу, надеясь, что ее перебросят в Валенсию. Спасенные бойцами оружия французы передали генералу Франка. Гитлер, приободренный успехами, занял Прагу. Марина Цветаева в последний раз встретилась со своим другом рабочим столом. Писала «О слезы на глазах, плач гнева и любви, о Чехия в слезах, Испания в крови, о черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора Творцу вернуть билет». «Мне трудно расстаться в этой книге с Испанией». Помню, как на перевале Арес испанский боец-автоматчик прощался с женой и двухлетним сыном. Он попросил меня отвезти их в надежное место, сказал «Я не уйду, не верю, что французы нас отправят в Валенсию, они уже снюхались с Франка, а здесь можно уложить десяток другой фашистов». Я оглянулся, он лежал с автоматом, глядел не на нас, на юг, откуда могли показаться фашисты. Возле дороги из Порт-Бул в Сербер лежала груда винтовок, ручных пулеметов, шлемов, револьверов, даже ножей. Я увидел вдруг копье и старинный шлем. Видимо, вывозили экспонаты из небольшого каталонского музея, и сенегалец решил, что это оружие. Да, копье и шлем Дон Кихота были оружием. С ними Испания тысячи дней и тысячи ночей защищалась от двух фашистских держав Италии и Германии. Семь месяцев спустя началась Вторая мировая война. Было много героизма, и в итоге фашизм разбили. Но в новой эпохе уже не было место для копья и старомодного шлема, с которыми рыцарь печального образа пытался отстоять человеческое достоинство. Весной 1939 года Савич уехал в Москву. Мы поехали в Гавр, чтобы его проводить. На том же теплоходе уезжали в Советский Союз многие испанцы. Мы стояли на набережной, дул сильный ветер, снова перед глазами встала потерянная Испания. Я попросил Савича написать мне из Москвы, но долго не знал, что с ним. Люди тогда не любили писать за границу. Каждый день я передавал в газету информацию за подписью Поля Жаслена, пеструю и в то же время монотонную хронику событий. Фашистский террор в Испании, агония Чехословакии, захват итальянцами Албании, Лисси Хадебонне и Лилаваля, шестливое блеяние Блюма, бездарная провинциальная политика Давадье. В середине апреля мои корреспонденции перестали печатать. Я вначале подумал, что, может быть, стал плохо писать, пытался объясниться с редакцией. Наконец, мне сообщили через посольство, что до поры до времени известия не смогут печатать ни Оренбурга, ни Поля Жаслена. Я остаюсь, однако, постоянным корреспондентом и буду получать как прежде зарплату. Я ничего не понял, пошел к Сурицу. Яков Захарович на меня накричал, от вас ничего не требуют, а вы волнуетесь. Он задумался. Сегодня передали, что Максима Максимовича сняли. Назначен Молотов. Но это, между прочим, к вам это не имеет никакого отношения. Что вы огорчаетесь? Отдыхайте, пишите роман, теперь много интересных выставок. Суриц обожал живопись. Все же мое вынужденное безделье было связано с тем, что в газетах называют международной обстановкой. Поль Жаслен по-прежнему обличал фашистов, а приближалась пора сложных дипломатических переговоров. Положение было неясным, и газета решила приберечь меня про запас. Вы еще понадобитесь, говорил мне Суриц. К сожалению, он оказался прав. 23 июня 1941 года мне позвонили из редакции. Напишите для нас, вы ведь старый известенец. Англия и Франция заявляли, что хотят остановить агрессоров, договориться с Советским Союзом, но после Мюнхена трудно было поверить в добрые намерения Даладье и Чандерлена. С слушали выступления Гитлера, старались догадаться по интонациям, что им сулит завтрашний день. Франция напоминала гладкого упитанного кролика, завороженного взгляда мудава. В мае в Париже была международная антифашистская конференция. Я пошел, увидел много старых знакомых, Ланжевена, Кашена, Жанри Шароблока, Мальро, Арагона, Сессара, Фалькона. Познакомился с Ферлингером. Все были мрачно настроены, и речи казались повторением давно слышанного. Подъема больше не было. Однажды Фернандо Херасси привел ко мне молодого застенчивого писателя, с которым дружил. Звали его Жан-Полем Сартром. Он косил, и поэтому казалось, что он хитрит, но говорила на своем отчаянии простодушно. Он подарил мне книгу «Стена», рассказы были тоже об отчаянии. Много лет спустя я снова встретился с Сартром, узнал его и понял, что мои первые впечатления были верными. В нем редкое сочетание рассудочности, острого, даже едкого ума, с детской наивностью, доверчивостью и чувствительностью. «Мне трудно связано говорить о том годе. Воспоминания, как облака в горах, опускаются, давят, душат». В мае умер Йозеф Рот. Повесился Толлер. Приехал из Праги Роман Якобсон. Рассказывал, что Незвал, когда они расставались, плакал, как ребенок. Многие немецкие писатели уехали в Америку. У Пабло Пикассо сидели ободранные бездомные испанцы. Пабло впервые сказал мне, «Малыш, мне трудно работать, мы тонем в дерьме». Внешне как будто ничего не изменилось. Начались летние каникулы, газеты сообщали, что в Давилле весь Париж описывали приемы, купальные костюмы. Но все это казалось подделкой под прежнее. Пока я был в Испании, меня увлекала, да и отвлекала от многих мыслей борьба. Теперь я остался один на один со своими раздумьями. Я часто думал, что в Москве легче, там все тебя понимают. В Париже меня угнетало одиночество. О судьбе Кольцова я узнал еще в Барселоне, накануне развязки. В Париже ко мне приходила сначала Лиза, потом Мария Остен, Гроссхеннер. Обе ехали в Москву. Лиза плакала, говорила, что Михаил Ефимович еще будучи в Испании хворал, может быть не удастся передать ему лекарства. Дошли известия о судьбе Мейерхольда Бабеля. Я терял самых близких друзей. Приходя в посольство, я видел новые лица. Все те, кого я прежде знал, советник Гиршфельд, военный атташе Венцов, военно-воздушный атташе Васильченко, Семенов, да и многие другие, исчезли. Никто не осмеливался даже вспоминать эти фамилии. Как-то Сурец сказал мне, приходил Раскольников, его вызвали в Москву, а он испугался, потерял голову, спрашивал, что делать. Я сказал, что он должен сейчас же вернуться домой. Он произвел на меня тяжелое впечатление. Два дня спустя Раскольников, он был тогда полпредом в Болгарии, пришел ко мне и тоже спрашивал, как ему быть. Я с ним встречался в Москве в 20 годы, когда он редактировал «Красную новь», он был веселым и непримиримым. Написал предисловие к одной из моих книг, ругал меня за колебания, половинчатость. Я помнил, какую роль он сыграл в дни октября. А теперь он сидел у меня на улице Котантен, рослый, крепкий и похожий на обезумевшего ребенка. Рассказал, что его вызвали в Москву, он поехал с молодой женой, грудным ребенком, в дороге жена плакала, и вдруг из Праги он поехал не в Москву, а в Париж. Он повторял, «Я не за себя боюсь, за жену». А она говорит, «Без тебя не останусь». Я знавал некоторых невозвращенцев, Беседовского, Дмитриевского, это были перебежчики, люди морально нечистоплотные. Раскольников на них не походил, чувствовалось смятение, подлинное страдание. Он не послушался советов Сурица, остался во Франции, опубликовал открытое письмо Сталину, а полгода спустя умер. Шли переговоры о военном соглашении между Советским Союзом Англией и Францией. Западные державы тянули дело. Либористы в парламенте обличали Чемберлена. В наших газетах о переговорах почти не писали. Повсюду продолжались приготовления к войне. Я не сел за роман, как мне советовал Яков Захарович. Для того, чтобы писать прозу, нужно не только увидеть нечто реальное, но и осмыслить его. А я тогда не мог разобраться в происходящем. Цель мне была ясна давно. На дороге стали такими запутанными, что порой трудно было понять, куда какая ведет. А в лирических стихах можно передать свои чувства. Я предпочел стихи. В 1940 году в Москве вышла маленькая книжица «Верность». В нее вошло много стихотворений, написанных мною летом 1939 года. Среди них и то, по которому названа книга. «Верность вместе под пули ходили, вместе верных друзей хоронили. Грусть и мужество не расскажу. Верность хлебу и верность ножу, верность смерти и верность обидам. Бреда сердце не вспомню не выдам. В сердце целься, пройдут по тебе верность сердцу и верность судьбе. У меня больше не было той видимости точной и срочной работы, которая освобождает человека от чересчур трудных раздумий. Где-то на полустанке жизни между двумя войнами, не зная, что нам предстоит, я задумался над своей судьбой. По тихим плитам крепостного плаца разводят незнакомых часовых. Сказать о возрасте уж сны не снятся, а книжка с адресами неживых. Стоят не шелохнутся часовые, друзья редеют и молчит беда, из слов остались самые простые забота, воздух, дерево, вода. Меня тянуло к деревьям, к реке, к чему-то постоянному. И, сидя в сквере парижского пригорода, я не мог удержаться от признаний. Я знаю век не изменить тебе твоей суровой и большой судьбе, но на одну минуту мне позволю видеть не тебя, а лакфиоль, увидеть не в бреду, а наяву больную золотушную траву. Сказывалась усталость. Москва, Испания, словом, все, о чем я писал. В августе я уехал на две недели в Жюльина, это деревня виноделов в округе Божоле. С утра я уходил, шагал по длинным дорогам, сбирался на холмы. Вокруг были виноградники и то здесь, то там одинокое старое дерево вяз, клен или ясень. У деревьев я искал ответа на тысячи вопросов, которые меня преследовали. Критики порой называют такое поведение бегством от жизни. Но ведь и Грамши в тюрьме жадно следил за бледными всходами фасоли. Ведь и залку незадолго до смерти утешало и терзало пение полевой птицы. Право же, человек не машина и жизнь проходит не по железнодорожному расписанию. В жильяна я жил в маленькой гостинице. Хозяин был анархистом, образцово готовил петуха в вине, жарил бифштексы на сухой лозе, с утра напивался, бросал куски мяса моему псу Бузу, говорил, все так печально, что даже смешно. Он рассказал обо мне своим клиентам, крестьянам-виноделам. Ко мне пришли двое, пожилой и молодой. Оказалось, что в жильяна шесть виноделов-коммунистов. Меня водили по подвалам, угощали вином и, конечно, расспрашивали о Советском Союзе. Пожилой спросил, скажи, а ведь под Москвой вино лучше нашего? Жильяна славилась винами. Я нерешительно стал объяснять, что под Москвой нет виноградников, а вино у нас делают в Крыму, на Кавказе. Это его потрясло. Он верил в Москву и любил свое дело. Подумав, он сказал, ну ничего, еще одна-две пятилетки и под Москвой будут делать вино получше, чем наше. Он послал ящик вина Сталину. В 1946 году я заехал в Жильяна. Молодой винодел меня узнал, он был теперь мэром. А старик жив, спросил я. Он повел меня к пепелищу. Старик всем говорил, ничего, через год-два сюда придет Красная Армия. Немцы его расстреляли, а дом сожгли. А я был в Макии, и, видишь, выжил. Меня приободряли не только деревья, но и люди. Вот такие виноделы. Если прибегнуть к ярлыкам критиков, то можно сказать, что мои стихи не были лишены оптимизма. Я знаю все. Годов проломы, бреши, крутых дорог бесчисленные петли. Нет, человека нелегко утешить, и все же я скажу про дождь, про ветви. Мы победим, за нас вся свежесть мира, все жилы, все побеги, все подростки, все это небо синее на вырост, как мальчика веселая матроска. В поезде я прочитал в Парисуар, что какой-то француз 42-х лет открыл на кухне газовый кран и оставил записку «Газеты будут выходить, а люди жить теперь не могут». Вскоре после того, как я вернулся в Париж, я услышал по радио, что в Москве подписано соглашение между Советским Союзом и Германией. Конечно, я не знал подробностей переговоров между представителями западных держав и Молотовым, но я понимал, что англичане и французы играли в покер, вели при том нечестную игру, умом я понимал, что случилось неизбежное, а сердцем не мог принять. Сурец показал мне последний номер правды. Я увидел фотографию Сталин, Молотов, фон Риббентроп и какой-то Гаус. Все удовлетворенно улыбались. Риббентропа я увидел шесть лет спустя в Нюрнберге, но там он не улыбался, предвидел, что его повесят. Да, я все понимал, но от этого не было легче. Когда-то старый бородатый Шарль Раппопорт, хорошо знавший Ленина, Приханова, Жореса, Геда, Липкник, так говорил, капитализм это заслужил, но мы этого не заслужили. В тот день я заболел болезнью, непонятной для медиков. В течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов. Костюм на мне висел, я напоминал пугало. Женщина-врач, работавшая в посольстве, сердилась. Вы не вправе распоряжаться с собой, хотела, чтобы я пошел на рентген. А я не шел, знал, что со мной это произошло внезапно. Прочитал газету, сел обедать и вдруг почувствовал, что не могу проговориться. спотить кусочек хлеба. Болезнь прошла так же внезапно, как началась, от шока. Узнав, что немцы вторглись в Бельгию, я начал есть. Врач глубокомысленно сказал спазматические явления. А события разворачивались быстро. Советско-германский договор был опубликован 24 августа, 1 сентября. Молотов заявил, что этот договор служит интересом всеобщего мира. Однако два дня спустя Гитлер начал Вторую мировую войну. Мы видели не раз, как кровопролитные бои начинались без каких-либо деклараций. В 1939 году объявление Франции войны не сопровождалось военными действиями. Все ждали бомбежек, наступление или отступление, но на фронте ничего не происходило. Французы удивлялись. Дроль-де-Герр, странная война. Я хорошо помню первые недели этой странной войны. Я тогда еще мог ходить по улицам. Проститутки поджидали клиентов, вооруженные противогазами. Оконные стекла оклеивали тонкими полосками бумаги, и некоторые домохозяйки щеголяли затейливыми узорами. Мне пришлось пойти в участок на регистрацию иностранцев. Владелец винного погреба бушевал. Никогда я не отдам моего склада. Люди могут укрываться в метро, там хватит места для всех, а у меня запасы старого бургундского. Это вам не дурацкая политика, это капитал. Одна дама требовала, чтобы арестовали ее соседа. Все знают, что он был в Испании. Он воевал против генерала Франка. Я вам говорю, что это не француз, а настоящий предатель, коммунист, шпион. Чуть ли не каждую ночь устраивали пробные тревоги. Женщины показывались в элегантных капотах, нарумянинные, напудренные, а бедная консьержка поливала пол убежища водой. Так почему-то приказал районный инструктор. Комедия вскоре всем надоела, и жизнь вошла в колею. Люди хорошо зарабатывали и охотно тратили деньги. Мысль, что война может перестать быть странной, делала расточительными даже заведомых скупердяев. Газеты писали, что солдаты на фронте умирают от скуки. Им посылали различные игры, полицейские романы, крепкие напитки, шелковые платочки с надписями «Где-то во Франции». Странная война играла военную тайну. Где ваш друг? Не знаю. Я так боюсь за него. Он где-то во Франции. Морис Шевалье пил песенку «Париж остается Парижем». И это стало присказкой, программой, заклинанием. Газетные комментаторы писали о военных перспективах, как о предстоящих дивидендах огромного треста. Подсчитывали резервы нефти, железа, алюминия. Старались доказать, что союзники богаче, солиднее Германии и Италии. Мы победим, потому что мы сильнее. Это можно было увидеть на любой стене, рядом с рекламами электроприборов и аперитивов. Радио каждый день сообщало, сколько тонн вражеских товаров потоплено союзниками. О гибели Польши никто не вспоминал, хотя война была объявлена из-за угроз Гитлера полякам. Немецкий летчик упал на французскую территорию. Его похоронили с воинскими почестями. Газеты в умилении описывали церемонию. Многие слушали радиопередачи Штутгарта на французском языке. Штутгартский диктор уверял, что победит Германия, потому что она сильнее. Странная война, улыбаясь, повторяли французы. Они не думали ни о потопленных судах, ни о резервах меди, ни о победе. Жили, как жилось. Все же шла война, и следовательно требовался противник. Его нашли в лице французских коммунистов. Закрыли юманита и эссессуар. Запретили не только коммунистическую партию, но и сотни обществ, союзов, лик, подозреваемых в сочувствии коммунизму. Шли массовые аресты. Парламент разрешил прокуратуре предать суду депутатов коммунистов. Их обвиняли в том, что они не желают предать анафеме Советский Союз. Это было предлогом действительности буржуазиям сила рабочим за страх пережитый в 1936 году. Еще недавно слово фашизм повторяли повсюду. Как по мановению жезла, оно исчезло из всех речей, из всех газет. Можно было подумать, что исчез и фашизм. Однако все понимали, что фашисты готовятся к решительному наступлению. Утром к нам приходило на два часа Клеманс убирала квартиру. Ее брат был коммунистом. Он ей сказал, я не знаю, что думают русские, юмоните закрыли, ответственные товарищи арестованы, но я вижу, что Лаваль, Фланден и вся фашистская сволочь по-прежнему нападает на коммунистов. Значит, коммунисты правы. Клеманс добавляла, а мой брат говорит, что если бы он раздобыл юма, он все понял бы. Я аккуратно читал московские газеты, но не могу сказать, что все понимал. Я помнил, как Бонне и Чемберлен мечтали, что Гитлер пойдет на Украину. Германо-советский пакт был, видимо, продиктован необходимостью. Странная война и преследование коммунистов показывали, что Даладье не собирается воевать против Гитлера. Слова Молотова о близоруких антифашистах меня однако резнули. В ту зиму мне пришлось впервые обзавестись очками, но признать себя близоруким я не мог. Свежи были картины испанской войны. Фашизм оставался для меня главным врагом. Меня потрясла телеграмма Сталина Риббентропу, где говорилось о дружбе, скрепленной пролитой кровью. Раз десять я перечитал эту телеграмму и хотя верил в государственный гений Сталина, все во мне кипело. Это ли не кощунство? Можно ли сопоставлять кровь красноармейцев с кровью гитлеровцев? Да и как забыть о реках крови пролитых фашистами в Испании, в Чехословакии, в Польше, в самой Германии? Я не выдержал и когда Сурец пришел меня проведать, заговорил о злополучной телеграмме. Он вначале отвечал формально. Это дипломатия, не нужно придавать значение поздравительным телеграммам. Но вдруг его прорвало, он скачил. Вся беда в том, что мы с вами люди старого поколения, нас иначе воспитывали. Вот вы взволновались из-за телеграммы. Есть вещи похуже. Когда нибудь мы сможем обо всем поговорить, а сейчас вам нужно подумать о себе. Теперь не время болеть. В марте 1940 года Сурец внезапно уехал. Перед этим он лежал больной. У него было воспаление легких. На очередном собрании сотрудников посольства приняли приветственную телеграмму Сталину, в которой, как тогда было принято, осуждали франко-английских империалистов, развязавших войну против Германии. Сурецу принесли текст на подпись. Молодой неопытный сотрудник отнес телеграмму не шифровальщику посольства, а в почтовое отделение. На следующий день телеграмма была напечатана в парижских газетах. Для политиков, считавших, что нужно воевать не с фашистской Германией, а с Советским Союзом, это было нечаянной находкой. Французское правительство объявило Суреца персона нон «Грата». Когда я пришел в посольство, мне сказали, что Яков Захарович уже уехал. Вышла, так сказать, промашка. Я слаб, быстро уставал, не мог работать. В ту зиму мало кто к нам приходил. Некоторые из былых друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полиции, за мной следили. Могу сосчитать на пальцах людей, которые меня навещали или звали к себе. Андре Малеро, Жан Ришар Блок, летчик Понс, сражавшийся в Испании, Гель Сумы, Вожель, Рафаэль Альберти, Хераси, доктор Симон и мой приятель Путерман, живший в соседнем доме. С Путерманом тогда трудно было разговаривать. Все его вводило из себя. Доводье, германо-советский пакт, англичане, Финляндия. В него обострилась гипертония. В один из последних вечеров он вдруг начал читать на память стихи Пушкина. «Оплачьте, милые, мой жребий в тишине, страшитесь возбудить слезами подозренье, в наш век вы знаете и слезы преступленье». Он умер три дня спустя. Полиция произвела обыск, когда он лежал мертвый. Вытряхивали томики Пушкина. На похороны пришел Вожель. Я помнил его оживленным снобом представителем всего Парижа. А он стоял на кладбище постаревший, печальный. Зима была на редкость холодная. Газеты сообщали, что снег выпал даже в Севилье. Шла советско-финская война, и газеты забыли, что есть на свете Германия. Многие политики требовали отправки экспедиционного корпуса в Финляндию. Марсель Деа, который еще недавно защищал Гитлера и пустил в ход хлестку и фразу о том, что не стоит умирать за Данцик, теперь доказывал, что необходимо умереть за Хельсинки. Церкви Мадлен отслужили Малебен за победу Маннергейма. Даму вязали фуфайки для финских солдат. Даладье хотел показать, что он может воевать, если не на Рене, то у Выборга. Стояла предвоенная суматоха, когда неожиданно пришло сообщение о мирных переговорах между Финляндией и Москвой. Министры понегодовали и вернулись к прежним заботам. Решили, что солдат слишком много, а фронт короткий, нужно отпустить молодых крестьян домой, да сдавствует земледелие. Продовольствия было достаточно, но министры хотели показать себя дальновидными и ввели невинные ограничения. Были дни без пирожных, дни без говядины, дни без колбасных изделий. Трудно сказать, на что надеялись французские генералы. Они свято верили в две линии, в линию Мажино и в линию Зигфрида. Даже я, человек глубоко штатски знал, что в Испании сход сражений решали авиации и крупные танковые соединения. Но французские генералы не любили новшеств. Генерал Деголь был для них футуристом. Я ждал выездной визы. В правой газете Кандид появилась противная заметка, посвященная мне. Джесси Парту спрашивала, почему Эренбург еще в Париже? Я сам поставил этот вопрос в префектуре, но там не отвечали, там допрашивали. Я лежал, томился, перечитывал Монтене, Чехово, Библию. В апреле Гитлер приступил к оккупации Норвегии и Дании. Новый премьер-министр решил послать немного солдат в Норвегию. В военных сводках появились названия далеких фердов. У меня сохранилась записная книжка с короткими записями за 1940 год. Приведу некоторые. Они показывают и то, что происходило во Франции, и мое тогдашнее восприятие событий. 9 апреля. Война в Скандинавии. Осло. Арестованы 17 коммунистов. 11 апреля. Улица Рояль. Витрины магазинов. Клипсы танки и клипсы самолеты. 16 апреля. Нарвег. Арестовано 54 коммуниста. 17 апреля. Арестован некто Пейроль, глухонемой, за антинациональную агитацию. 23 апреля. Фернандо рассказал, что Реглера в концлагере избивали. 28 апреля. Отпускник на улице Арморик пьяный кричал, это не война, а надувательство. 29 апреля. Эльза Юрьевна рассказала, как арестовали Муссинака. 30 апреля. Эвер сообщает, что арестовали рабочего за то, что он читал биографию Ленина. 1 мая. Канар Аншене пишет, это первое, спокойное 1 мая после 1918 года. Странная война. Умирали люди в Польше, в Финляндии, в Норвегии, тонули суда, люди гибли среди рассерженного моря, выли по ночам сирены. Но все это не походило ни на войну, ни на мир. Трагический фарс продолжался. Франция репетировала капитуляцию, миллионы людей в разных странах репетировали бомбежки, перебежки, пулеметный огонь агонию. Но репетиции были тусклыми, вялыми. Никто не знал своей роли. Ораторы сбивались на чужой язык. Стратегии сидели как географы над картами обоих полушарий, не решаясь произвести даже небольшую разведку. А может быть, так мне казалось, потому что я был обречен на полное бездействие, болезнью, да и обстоятельствами. Не знаю, когда человек счастлив, он может ничего не делать, а в беде необходима активность, какой бы иллюзорной она ни была. мы поздно засиделись у Жан-Решара Блока. Он рассказал об аресте Муссинака, которого держат в тюрьме Санте. Режим как для уголовников, а Муссинак болен. Блок рассказал также, как везли арестованных коммунистов. На одном вокзале эшелон задержался. Из закрытых наглухо вагонов вдруг раздалась Марсельеза. Солдаты, отправлявшиеся на фронт, изумились. Им сказали, что везут предателей, шпионов. Жена Блока, Маргарита, печально улыбнулась. Потом мы шли по затемненному городу. Я оступился и выругался. Черт бы всех побрал. Воевать не воюют, а ногу сломать очень легко. Когда мы вернулись домой, началась тревога. Она длилась долго. Мы не сошли в убежище. Надоело. Да и войны нет. А спать не дал кот. Неизвестно, откуда он пришел, отчаянно мяукал, требовал, чтобы его пустили в дом. Рано утром мы услышали ошеломляющие новости. Немцы вошли в Голландию и Бельгию. Это было 10 мая. Пришел толстяк Понс, сказал, теперь начинается. В парисуар я увидел фотографии, напомнившие Испанию. Убитые дети. В моей маленькой записной книжке значится 11 мая, суббота, Марке. Помню, еще перед началом драматических событий, Люс Гельсум нам сказала, что 11 мая нас ждет Марке. Узнав, что я собираюсь подарить ему старую икону, он хочет отдарить своим холстом. Рассказ о войне, о потопленных транспортах, о десантах парашютистов, о разгроме Франции я перебиваю главой, посвященной художнику Альберу Марке. Трудно передать, что происходило со всеми в тот день. Париж напоминал растревоженный улей. Вчера еще беспечные люди вдруг поняли, что игра кончена, начинается расплата. Встреча с любым другим художником или писателем была бы естественной, но при чем тут Марке с его легкими прозрачными пейзажами? Он и на холсте ни разу в жизни не пытался повысить голос, писал предпочтительно воду и был по старому русскому определению тише воды. Он писал сену в Париже и в Нормандии с баржами и любез, писал море, заблудившиеся среди скал Стокгольма каналы Венеции и каналы Голландии, Большой Нил и Малую Марну и снова сену на рассвете в полдень вечером с деревьями зелеными или голыми в дождь под снегом. На его холстах почти всегда вода, много воды. В 16 веке французский поэт Йоахим Дюбелле увидел развалины Древнего Рима. В последующие столетия их раскрали, разобрали, а тогда по описаниям путешественников они подавляли величием. Дюбелле писал про Рим. Он побеждал чужие города, себя он победил, судьба солдата, и лишь несется, как неслась когда-то большого тибра желтая вода, что вечно мнилась, рухнула, распалась, струя поспешная, одна осталась. Окна мастерской Марке выходили на сену, мост, набережная с закрытыми ящиками букинистов. Женой Марке Марсель мы, разумеется, начали говорить о событиях, куда пойдут немцы, будут ли бельгийцы сопротивляться, обсуждали, строили догадки. Марке стоял у окна и глядел на сену. Потом он повернулся к нам. Глаза у него были умные, чуть насмешливые и вместе с тем добрые. Он сказал «Ничего не кончено». О чем он думал? О бесходе сражения? О судьбе людей? В тот день я понял силу искусства. Все говорили о Рейно, о короле Леопольде, о Вейгане, о Кейтеле. Я сейчас с трудом припомнил эти имена. Четверть века прошло, все, кажется, изменилось. А вода осталась, сена, та, что пересекает Париж и другая на полотнах Марке. Я говорил, что самым скромным поэтом, которого я встретил в жизни, был Антонио Мачаде. Я не видел художника скромнее, чем Альбер Марке. Слава ему претила. Когда его хотели сделать академиком, он чуть было не заболел, протестовал, умолял забыть о нем. Да и не пробовал он никого не спровергать, не писал манифестов или деклараций. В молодости на несколько лет он примкнул к группе диких, но не потому, что соблазнился их художественными канонами, не хотел обидеть своего друга Матисса. Он не любил спорить, прятался от журналистов. При первом знакомстве сказал с виноватой улыбкой, вы меня простите, я умею разговаривать только кистями. Он не заботился о судьбе своих картин, был равнодушен к различным житейским благам. В молодости он знал нужду, редко ел досыто. Матисс мне рассказывал, как они вместе работали на выставке 1900 года, смеясь пояснял, в общем, как маляры. И Матисс мне еще говорил, большего бессеребреника, чем Марке, я не знаю. У него рисунок твердый, порой острый, как у старых японцев, а сердце у него девушки из старинного романса. Не только никого не обидит, а расстроится, что не дал себя как следует обидеть. В 1934 году Марке поехал с группой туристов в Советский Союз. Он много путешествовал. Когда он вернулся в Париж, его спрашивали, правда ли, что в Советском Союзе ад. Он отвечал, что мало разбирается в политике, никогда в жизни не голосовал, а в России мне понравилось. Подумайте, большое государство, где деньги не решает судьбы человек. Разве это не замечательно? Потом там, кажется, нет Академии художеств. Во всяком случае, никто мне о ней не говорил. Академия художеств была восстановлена незадолго до того, как Марке приехал в Ленинград, но он увидел у него рабочих, школьников, академиков не успел заметить. Среди рабочих коммунистов Парижа были участники кружков самодеятельности, любившие живопись Марке и преданные Советскому Союзу. Они собрали деньги и когда Марке вернулся из России, пришли к нему. Мы заплатим за дорогу, оплатим ваше содержание, поезжайте на несколько месяцев в Ленинград и напишите Неву. В 1946 году я снова увидел Марке. Он позвал нас 14 июля вечером полюбоваться фейерверком над сеной. Он постарел за годы войны, но был весел, угощал хорошим бордосским вином. Уроженец Бордо, он знал толк винах. Звезды ракет падали в черную реку. Марке сказал, вот вы говорите вода. Нет, я люблю и другое. Например, деревья, звезды. Он любил людей, но, будучи на редкость стыдливым, никогда об этом не говорил. Он вспомнил о нашей встрече в начале разгрома Франции. За годы войны я многое понял. Правы коммунисты. Ужасно, что многие ничего не поняли. хотят все повернуть назад. Он помолчал и вдруг повторил те слова, которые я хорошо запомнил из нашей встречи в 1940 году. Ничего еще не кончено. Он был маленького роста, сухой, очень простой в обращении. Ни внешность, ни словарь не выдавали его сущности. Говорил он картинами. Его живописный язык сдержан, прост и убедителен. отойдя от пестроты, разбросанности, свойственных многим импрессионистам, он никогда не искал в жизни геометрии. Он обобщал по-человечески, без циркуля, без обязательной логики, так как обобщает поэзия или любовь. Его холсты поражают скупостью изобразительных средств, трудны в своей простоте, искусны в сердечной безыскусности. Серое, синее, зеленое. И мир оживает. Он любил юг, Алжир, Марокко, Египет. Но лучшие его пейзажи северные. Видимо, юг его самого поражал цветом, а в серой, стыдливо сдержанной природе севера он находил цвета, которые поражают нас. В 1940 году он попросил меня выбрать пейзаж, который мне особенно нравится. Я выбрал сену, набережную, мост в серый денек. На стене клок плаката левого блока 1924 год. В 1946 году Марке подарил мне другой пейзаж. Сена пустая, почти голый холст. Как я мог подумать, что больше его не увижу? Его жена написала про его последние дни. Марке оперировали в январе 1947 года. Операция не помогла. Он слабел с каждым днем. Знал, что умирает. И все же продолжал работать. Он написал еще восемь холстов. Сена. Он умер в июне. Я пишу про годы, когда мало кто вспоминал об искусстве. Люди умирали, не успев оглянуться. Но ведь умирали они за то, чтобы другие увидели реку, деревья, звезды, чтобы на ослепшую и оглохшую землю вернулось искусство. Ничего еще не кончено. Марке любил поэзию, любил Бодлера, Лафорга, думаю, и о Полинера. Глядя на его холсты, я порой про себя повторяю. Проходят дни, за годом год, под мостом Миробо сено течет, бьют часы, уходят года, и то, что ушло, не придет никогда. Уходит любовь, проходит года, а я остаюсь, натечет вода. Давно умер автор этих строк Аполинер, умер и Марке, течет вода. Но вдруг мне чудится в подслушанной на улице фразе старые стихи о масте Миробо. В зрачке прохожего мерещится серое сено под окном мастерской Альбер Марке. Кто знает, может быть, что-нибудь остается от каждого из нас. Может быть, это и есть искусство. 12 мая на следующий день после того, как я был у Марке, рано утром за мной пришли полицейские и отвезли в префектуру. Сначала меня заперли в каталажке, где уже находилось человек 30, парижские рабочие, заподозренные в сочувствии к коммунистам, немецкие мигранты, поляк, студент из Барселоны. Немецкий еврей мне сказал, знаете, за что меня арестовали? Мой брат сражался в Испании. Я не мог воевать, штурмовики мне переломили руку. Теперь они нашли у меня письмо брата, он был в батальоне Тельмана. Шпик кричал, вы коммунист, шпион. Да разве они с Гитлером воюют? Пожилая француженка громко всхлипывала, откуда я знаю, с кем встречался Альфред? Это не мое дело, я даже мужа не спрашиваю, с кем он встречается, я, кажется, не консьержка. Потом меня повели на верхний этаж, в комнату, где занимались высылкой иностранцев. Народа было много, и чиновники торопились. Оренбург Илья в трехдневный срок. Я попытался объяснить чиновнику, что давно жду выездной визы, но он меня оборвал. Это не наше дело, пройдите на второй этаж. Со мной приключилась неприятная история, которую я никак не мог распутать. Весной 1939 года на мое имя перевели из Москвы гонорар испанским писателям, они собирались уехать, кто в Мексику, кто в Чили. Писателей было девять или десять, и это составило довольно крупную сумму. Когда я заявлял о моих доходах за истевший год, я, конечно, не проставил денег, переданных испанцам. В начале 1940 года полиция произвела налет на банк Северной Европы. Проверили переводы, конторские книги. Выяснилось, что я скрыл от налоговой инспекции гонорары испанским писателям и деньги на грузовик для Испании, приобретенный еще в 1936 году. С меня потребовали сумму, которую я никогда не держал в руках, заявили, что до ее выплаты меня не выпустят из Франции. На втором этаже чиновник сердито ответил, а это меня не касается, пройдите на третий этаж, а пока вы не принесете справки о выплате налогов и штрафа, мы вам не поставим выездной визы. Я пошел снова к чиновнику, занимавшемуся высылками, простоял часа три в хвосте. Меня не выпускают. Я вам сказал, что это не мое дело. 14 мая вы обязаны покинуть Францию. Я уже говорил, что после болезни ослаб. Мне казалось, что у меня ноги из ваты. Я едва добрался домой. Палили зенитки. На следующий день немцы прорвали французскую оборону близ Седана и проникли во Францию. В Париже появились бельгийские беженцы с корзинами, узлами, перепуганные, заплаканные. События разворачивались быстро. Капитулировала Голландия. Немцы заняли Брюссель. Исчезли автобусы. Говорили, что их реквизировали, перебрасывает войска с линии Мажино на север. В Венсенском лесу рыли окопы. Богатые кварталы опустили. Полицейским, которые регулировали уличные движения, выдали винтовки. Я увидел бельгийские автомобили, продырявленные пулями. Вдруг все облегченно вздохнули. Распространился слух, что немцы повернули к побережью и собираются идти на Лондон. Рейно отправился в Нотр-Дам. Отслужил молебен о победе союзников. Все ценности на бирже неожиданно поднялись. Маклер восторженно вопили. Жизнь продолжалась. Рестораны и кафе были переполнены. Газеты писали о новой моде. Дамские шляпы, похожие на военные пилотки. Радио сообщало о боях в районе Нарвика за полярным кругом. 21 мая меня снова вызвали в префектуру и спросили, почему я не покинул Францию. Снова я ходил безрезультатно с одного этажа на другой. Началась тревога. Полицейские загнали нас в убежище под консьержери. Туда же примчались чиновники префектуры. Рядом со мной оказался тот, что меня высылал. Он все время монотонно повторял дерьмо, дерьмо, дерьмо. Не знаю, к кому это относилось, к противовоздушной обороне, к немцам или ко мне. Премьер-министр произнес в парламенте речь. Сказал, что была измена, виновники понесут наказание. Франция вместе с Англией остановит врага. Вдруг мы узнали, что правительство решило послать в Москву Пьера Кота, чтобы улучшить отношения с Советским Союзом. Наш поверенный в делах Иванов этому радовался. Он шепотом говорил мне, что Гитлер обязательно нападет на Советский Союз. Хорошо бы на всякий случай договориться с союзниками. А я не верил, что Рейно может обуздать профашистов. В самом правительстве шла борьба. Вице-премьер Петен считал Рейно английским ставленником. Министр иностранных дел Будуэн стоял за сближение с Муссолини. Министр внутренних дел Мандель, в прошлом друг и помощник Клемансо, хотел воевать с немцами всерьез, но у него были связаны руки. Когда он попробовал арестовать пять журналистов, открыто выступавших за мир с Гитлером, поднялась газетная буря и задержанных освободили. Зато ежедневно продолжали арестовывать коммунистов. Я лежал в полутемной комнате на улице Кот-Ан-Тен. В ящиках, похожих на огромные гробы, были упакованы книги. В углах выселись горы старых испанских газет, листовок Народного фронта, гитлеровских брошюр, материал для давних газетных корреспонденций. 24 мая мне позвонил министр общественных работ Де Монзи, с которым я прежде встречался. Де Монзи был одним из первых французов, посетивших Советский Союз. Он написал о своей поездке книгу и не раз отстаивал идею развития культурных и экономических связей с Советским Союзом. Однажды он председательствовал на вечере, где я должен был рассказать о советской литературе. Увидев меня, он пришел в ярость. Кто вас просил постричься? Оказалось, он собирался во вступительном слове процитировать слова Ленина о белье лохматом. Я ему сорвал эффектный рассказ. Политический Де Монзи был фигурой неясной. Блокировался то с левыми, то с правыми. Скорее капризничал, чем рассчитывал и подсчитывал. Он мне сказал по телефону, Илья, нехорошо забывать старых друзей. Говорят, вы собираетесь в Россию? Как же вы не зашли со мной проститься? Наши отношения не были настолько близкими, чтобы объяснить эти слова чувствами. Я понял, дело идет о политике. Де Монзи добавил, что хочет меня срочно видеть. Не могу ли я сейчас зайти к нему в министерство на бульваре Сен-Жермен. Де Монзи курил, как всегда, трубку. Как всегда, попытался побалагурить, но быстро перешел к делу. Петен, Бодуэн, да и некоторые другие хотят капитулировать. Рейно против. Я уж не говорю о Манделе. Картина не веселая. Наши военные готовились к длительной позиционной войне. А линия Можино была талисманами только. У нас мало танков, а главное мало самолетов. Положение критическое. Я спросил, почему правительство продолжает войну против коммунистов? Почему восстанавливает против себя рабочих? На военных заводах шпиков чуть ли не больше, чем рабочих? Де Монзи не стал отмалчиваться. Сказал, что 30 тысяч коммунистов, арестованные, что министр юстиции и социалист Сэроль отказывал перевести их на режим политических заключенных. Он добавил, я знаю Сэмара, это коммунист, но он француз, патриот, его арестовали. Я говорил о нем с Сэролем и безуспешно. Я вам прямо скажу, я куда больше доверяю Сэмару, чем Сэролю. Мы помолчали. Де Монзи отложил трубку, встал и, не глядя на меня, сказал, если русские нам продадут самолеты, мы сможем выстоять. Неужели Советский Союз выиграет от разгрома Франции? Гитлер пойдет на вас. Мы просим об одном, продайте нам самолеты. Мы решили послать в Москву Пьера Кота. Вы его знаете, это ваш друг. Не думайте, что все прошло легко. Многие возражали. Но сейчас я говорю с вами не только от себя. сообщите в Москву, если нам не продадут самолетов, через месяц или два немцы займут всю Францию. Я невольно вспомнил лето 1936 года, когда представители испанского правительства повторяли в Париже, если Франция нам не продаст самолетов, мы погибнем. Прямо от Демонзи я пошел в посольство к Иванову. Рассказал ему о беседе. Он посадил меня за стол. Ваш долг сообщить. Пусть Москва решает, но вы должны сейчас же написать. Прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я должен рассказать о Николае Николаевиче Иванове. Он работал экономистом, когда неожиданно его послали в Париж, назначили секретарем, потом советником посольства. Это был хороший, честный человек. Его неизменно выручала вера в людей. Попал он в Париж молодым, неопытным, а после отъезда Сурица стал поверенным, то есть фактически послом. Он быстро начал говорить по-французски, много читал, просил мне рассказывать ему о писателях Франции о театре, спрашивал, какие вина нужно заказывать с мясом, с рыбой, словом, осваивал множество вещей, больших и малых. Потом он последовал за французским правительством в Тур, Бордо, Клермон-Ферран. Я его встретил в начале июля в местечке Бурболь возле Виши. В декабре 1940 года он вернулся в Москву, пришел ко мне, рассказывал о начале сопротивления, о судьбе французских писателей. Вскоре после этого я узнал, что его арестовали. Когда в 1954 году Иванова реабилитировали, ему показали приговор особого совещания. В сентябре 1941 года Иванов был приговорен к пяти годам за антигерманские настроения. Трудно себе это представить. Гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали о псах-рыцарях, а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена германо-советского пакта, поставил номер и положил в папку, чтобы все сохранилось для потомства. Николай Николаевич неизменно помогала его вера в торжество справедливости. Находясь в лагере, он узнал, что сотрудники ГБ расхитили его книги, картины, и так как приговор не предусматривал конфискации имущества, подал жалобу прокурору. К изумлению лагерного начальства он выиграл дело. При освобождении ему платили деньги за пропавшие вещи. Хотя он не имел права проживать в крупных городах, он первым делом направился в Москву, пошел на Лубянку и начал спрашивать, почему его ни за что продержали пять лет в заключении. Он напал на сердобольного человека, который сказал «Уезжайте, я должен вас задержать, но я буду считать, что вы у меня не были». Иванон сохранял оптимизм и веру. Женился, работал, говорил, что счастлив. Он умер в 1965 году. Возвращаюсь к майским дням в Париже. Через три дня после моей встречи с Демонзи рано утром позвонили. Пришли несколько полицейских. Один показал мне ордер на арест, который исходил из кабинета вице-премьера маршала Петена. Обыск продолжался несколько часов. Раскрыли ящики с книгами, рылись в брошенном хламе, даже вспороли подушку. Среди полицейских был один русский, другие его звали Николя. Он, видимо, собирал книги, потому что, увидев тысячу и одну ночь в издании «Академия», обрадовался. «Мне как раз нет этого тома». Старшего полицейского больше всего заинтересовали валявшиеся на полу испанские газеты и книжки с гитлеровскими песнями. Он сказал удовлетворенно, «Улики налицо». Николя и один из французов остались в квартире, чтобы сторожить Любу, а меня повели по улице Котантен к машине. Соседи глядели изумленно. Кто-то спросил, «Неужели я шпион?» Полицейский ответил, «Заговор немцев и коммунистов». Он шел позади меня с револьвером, приговаривал, «Чуть что выстрелю, попытка бегства». В префектуре, куда доставили отобранные у меня пуды улик, вскоре начался допрос. «Вы сообщали по телефону, что все готово. Вы собирались выступить в пятницу, 31 мая. Я говорил нашему поверенному в делах, что у меня все готово к отъезду и что я жду его звонка. Он мне сказал, что надеется получить выездную визу в пятницу, 31 мая. «Вы пробуете упираться. Нам известно, что вы стояли во главе группы коммунистов, которая решила впустить немцев в Париж. Найденные у вас документы подтверждают, что вы были в тесной связи с агентами Германии. Мне стало смешно, я сказал, это настолько нелепо, что годится только для Канареншене, так назывался левый юмористический журнал. Полицейский вынул револьвер. «Но не собираемся больше церемониться с агентами Москвы и Берлина. Вы напрасно смеетесь. Через четверть часа вы будете икать». Разговор о том, что именно я буду делать через четверть часа, происходил уже вечером. Раздался телефонный звонок. Полицейский нехотя взял трубку, процедил «Алло» и вдруг вскочил. «Я вас слушаю, господин министр». Одновременно он ловким ударом выбросил меня из комнаты и закрыл дверь. Вот что я узнал потом от Любы и Иванова. Двое полицейских, как я сказал, остались в моей квартире. Они не позволяли Любе подойти к телефону. Пришла Клеманс, ее тоже задержали. Она кричала, нужно арестовать бельгийского короля, а не Мосье Оренбурга. Вы, может быть, не слышали радио? Бельгийский король снюхался с фашистами и капитулировал. А Мосье Оренбург был в Испании, он ненавидит фашистов. Потом она перешла к предметам более низменным. Я должна выйти с собаками. Кто будет вытирать пол, если они напачкают? Вы или я? Несколько минут спустя позвонили. Вошел шофер нашего посольства. Оказалось, Николай Николаевич приехал за мной, хотел меня повезти в Булонский лес. Клеманс ему рассказала о происшедшем. Николай Николаевич понял, что дело серьезное. По правилам он должен был обратиться в Министерство иностранных дел, но он знал, что там не встретит никакого сочувствия. Размыслив, он решил пренебречь дипломатическими правилами и поехал к министру внутренних дел Манделю, который, как я говорил, ненавидел немцев и стоял за сближением с Советским Союзом. Мандель позвонил полицейскому следователю в ту самую минуту, когда допрос перешел с общих тем на игру с револьвером. «Можете идти. Вы свободны», злобно сказал мне полицейский. Я ответил, что пешком не пойду. Темно, транспорта нет, до улицы Котантен далеко, при том мне должны вернуть отобранные у меня книги бумаги. Полицейский вышел из себя. «Вы еще хотите, чтобы мы вас катали?» Он быстро совладал с собой, как-никак Мандель был его прямым начальником. Через час обитатели улицы Котантен увидели, как заговорщик прикатил домой и как полицейские выгружали его книги. Они не удивились только потому, что в те дни никто ничему больше не удивлялся. На следующее утро я пошел в булочную, когда позвонили, и Люба открыв дверь, снова увидела полицейского в штатском, показавшего ей опознавательный значок. Люба вышла из себя. Каждый день? Вы посмотрите, что вы вчера понаделали. Квартира напоминала книжную лавку после погрома. Полицейский пытался что-то сказать, но Люба ему не давала. Наконец, воспользовавшись секундой передышки, он выпалил. Но я пришел по поручению господина префекта принести извинения. Манделя боялись. Немцы знали, что его не запугать и не подкупить. Они его убили. Впоследствии я узнал, что мой арест был связан с просьбой, переданной мне де Монзи. Тетен боялся улучшения отношений с Советским Союзом. Манделя мог добиться моего освобождения, поскольку полиция подчинялась ему. Но изменить внешнюю политику Франции он не мог. И в тот самый день, когда Шпик принес мне извинения префекта, правительство сообщило, что поездка Пьера Кота в Москву откладывается. Николай Николаевич Иванов спас мне жизнь. Второй мой арест был произведен незадолго до развязки. О соблюдении законности тогда не приходилось мечтать. Не раз приключалось то, что в полицейских протоколах именуется убийством при попытке к бегству. 26 мая я был у Эмиля Бюре. Он рассказал, что Париж могли легко взять еще 16 мая. Теперь немцы идут на Амьен, хотят окружить французскую армию. «У нас нет самолетов», повторял Бюре. Я встретил различных людей, Вожеля, Жан-Ришара Блока, Эльзу Ютьевну Триоле, бельгийского художника Мазереля. Все были подавлены. Американский посол Булит молился в Нотр-Даме, опустился на колени, поднес статуи Жанны Д'Арк, розу от имени президента. Бюре говорил, нам нужны не молитвы, а самолеты. Католическая газета Об писала о моторизованной Жанне Д'Арк, которая спасет Францию. 3 июня немцы сильно бомбили Париж. Было много жертв. Я увидел картины, знакомые мне по Мадриду, Барселоне. Но гнева не было, только отчаяние. В толпе кто-то кричал, эту войну мы проиграли до первого выстрела. Начался исход Парижан. Длинные вереницы машин, покрытых тюфяками, тянулись к заставам Итали-Орлеан. По ночам полились зенитки, сводки были туманными, радио продолжало рассказывать о потопленных немецких транспортах. Все говорили, что немцы близко. Уехали гельсумы, фатинские знакомые испанцы. Я не мог никуда уехать. В префектуре у меня отобрали все документы. Город пустел. Мы с Любой оставались одни в доме, из которого все уехали. На душе у меня было смутно. Уехал наконец Иванов. Сказал, что в посольстве остаются некоторые сотрудники, он их попросил о нас позаботиться. «Именно тогда в Москве опустили слух, будто я невозвращенец. Ирине пришлось пережить много тяжелого. Париж был отрезан, и повсюду ее спрашивали, правда ли, что ваш отец невозвращенец? 9 июня на магазинах, ресторанах, кафе появились надписи «Временно закрыто». Президент республики принял Лаваля. Кто-то прибежал, рассказывал, купили машину, а горючего нет, вот если бы достать лошадь. Немцы сообщали по радио, что взяли Руан, и что судьба Парижа решится в ближайшие дни. Я попытался послушать Москву. Диктор долго говорил, что Франкфуртер Цайтунг весьма высоко оценивает сельскохозяйственную выставку в Москве. Пришла Клеманс, прощалась, плакала, какой позор. Возле вокзала стояли громадные толпы, выезжали на велосипедах. Газеты сообщали, что начинается процесс 33-х коммунистов. 10 июня фашистская Италия объявила войну Франции. Я ходил по саду нашего посольства и вдруг услышал радостные крики, песни. Рядом помещалось итальянское посольство. Фашистские дипломаты решили не уезжать к себе. Немцы близко. Можно просидеть несколько дней в бесте. Они, не смущаясь, пели Джовенетсу. 11 июня распространился слух, будто Советский Союз объявил войну Германии. Все приободрились. Возле ворот нашего посольства собрались рабочие, кричали «Да здравствует Советский Союз!» Несколько часов с пустя последовало опровержение. Парижане уходили пешком. Старик с трудом толкал ручную тележку с подушками, девочкой и старой собачонкой, которая отчаянно выла. По бульвару Распай двигался нескончаемый поток беженцев. Напротив ротонды незадолго до войны поставили памятник Бальзаку работы Родена. Нистовый Бальзак как бы сходит с цоколя. Я долго стоял на этом перекрестке, здесь ведь прошла моя молодость. И вдруг мне показалось, что Бальзак тоже уходит со всеми. Лавочник на углу улицы Котантен бросил лавочку, даже не закрыл двери. Валялись бананы, жестянки с консервами. Люди уже не уезжали, не уходили, а убегали. 11 июня я долго искал какую-нибудь газету, наконец вышла парисуар. На первой странице была фотография старушка купает собаку в сене и крупным шрифтом подпись Париж остается Парижем. Но Париж напоминал брошенный в попыхах дом. Еще толпились десятки тысяч людей вокруг Леонского вокзала, хотя и говорили, что поезда больше не уходят. Немцы перерезали дорогу, а по радио передавали молебны и противоречивые призывы. То говорилось, что эвакуация населения обеспечена, то парижан уговаривали остаться у себя и сохранять спокойствие. Тринадцатого июня я шел по улице Ассас. Не было ни одного человека, ни Париж Помпея. Пошел черный дождь, жгли нефть. На углу улицы Рен молодая женщина обнимала хромого солдата. По ее лицу катились черные слезы. Я понимал, что прощаюсь со многим. Потом я написал об этом стихи. Умереть и то казалось легче. Был здесь каждый камень мил и дорог. Вывозили пушки, жгли запасы нефти, подал черный дождь на черный город. Женщина сказала пехотинцу, слезы черные из глаз катились. Погоди, любимый, мы простимся. И глаза его остановились. Я увидел этот взгляд унылый. Было в городе черно и пусто. Вместе с пехотинцем уходило темное как человек искусство. Ночью раздался звонок. Я удивился, ведь власти уехали, а немцы еще не пришли. Оказалось, из посольства прислали машину, предлагает нам перебраться на улицу Гренель, там надежнее. Нас поместили в маленькой комнате, где прежде ночевали дипкурьеры. Утром очень низко пролетели самолеты с черными крестами. Мы вышли из посольства. Французский солдат кинулся ко мне, спросил, как пройти корлян корлян заставе. На улицах никого не было, воняли мусорные ящики, выли брошенные собаки. Мы дошли до авеню де Ман, и вдруг я увидел колонну немецких солдат. Они шли и на ходу что-то ели. Я отвернулся, постоял молча у стенки. Нужно было пережить и это. Время стирает много имен. Забываются люди, выцветают годы, казавшиеся яркими. Но некоторые картины остаются в памяти, как бы не хотелось их забыть. Я вижу Париж в июне 1940 года. Это был мертвый город, и его красота доводило меня до отчаяния. Ни машины, ни суета магазинов, ни прохожие больше не заслоняли зданий, тело, с которого сбросили одежду, или, если угодно, скелет с уставами улиц, строившийся в разные века, объединенный не замыслом зодчего, не вкусами одной эпохи, а преемственностью, характером народа. Париж напоминал каменный лес, из которого ушли мохнатые и пернатые жители. Редкие встречные были уродами, горбунами, безногими или безрукими инвалидами. В рабочих кварталах древние старухи на скамьях вязали, их острые пальцы переходили в длинные спицы. Немцы дивились, не таким им представлялся новый Вавилон. Они старательно ели в немногих открытых ресторанах и фотографировали друг друга на фоне собора Натурдам или Эйфелевой башни. Вскоре начали возвращаться беженцы. Добравшись с великим трудом до Луары, они увидели на другом берегу немецкие войска. Париж оживал, но жизнь его была призрачной, неправдоподобной. Немцы покупали в мелких ловчонках сувениры, непристойные открытки, карманные словарики. В ресторанах появились надписи «Здесь говорят по-немецки». Проститутки щебетали «Майн зилсер». Из щелей вылезли мелкие предатели. Начали выходить газеты. Матен сообщала, что в Париже остался знаменитый префект Кьяб с его друзьями и что немцы оценили прелести французской кухни. Густав Эрве, в далеком прошлом «Анархист», а потом «Шовинист», возобновил издание «Виктуар Победа». Продавцы газет выкрикивали «Виктуар» и редкие прохожие вздрагивали. Парисуар подрядила писателя Пьера Ампа. Та же газета предлагала давать объявления на немецком языке для оживления торговли. Объявлений было мало. Ариец ищу работы, согласен на все. Кончил два факультета, ищу место официанта или приказчика, в совершенстве говорю по-немецки. Составляя генеалогическое дерево, разыскиваю соответствующие документы. Я зашел в булочную на бульваре Сен-Жермен. Почтенная дама громко рассуждала. Немцы научат наших рабочих работать, а не устраивать дурацкие забастовки. У магазинов появились хвосты. Новая газета «Ла Франс отравай» учила читателей. В каждом из нас есть крупица еврейского духа, поэтому необходимо учинить внутренний душевный погром. Часы переставили на час вперед. Солнце еще не заходило, когда громкоговорители предупреждали «Возвращайтесь домой». Некоторые рестораны и кафе украсились объявлениями. Арийская фирма, вход евреям запрещен. В квартале, где жили евреи, выходцы из Восточной Европы на улице Розьер, метались в ужасе бородатые старики. Немцы, забавляясь, их попугивали. Комендатура оберегала немецких солдат от возможного общения с подозрительными элементами. При входе в кафе «Дом» на бульваре Монпарнас, куда до войны приходили художники, красовалось предупреждение «Посещение этого кафе немецким военнослужащим воспрещается». Зато на дверях публичного дома «Сфинкс» я увидел другое объявление «Открыто для отечественной и иностранной клиентуры». В большом мюзик-холле шло обозрение «Иммер Парис». Это было переводом на немецкий язык старой присказки «Париж остается Парижем». Но Париж больше не был Парижем. Проишедче оказалось не одним из тех военных эпизодов, которые приключались в прошлом столетии, а катаклизмом. После Второй мировой войны смешно доказывать, что нельзя жить с фашистами на одной земле. А тогда мне приходилось ежечасно сдерживать себя. Я отводил душу в стихах. Не для того писал Бальзак Чужих солдат чугунный шаг Ночь навалилась горяча Бензин и конская моча Не для того Ко меням молюсь Упал на камни Делек Люс Не для того тот город рос Не для того те годы гроз Цветов и звуков естество Не для того Не для того Я кончал стихотворение признанием Глаза закрой и промолчи Идут чужие трубачи Чужая медь Чужая спесь Не для того я вырос здесь Это было криком Но я не только кричал Я пытался понять значение происшедшего Часы не били Стали звезды ближе Пустынен дик Уму непостижим В забытом всеми брошенном Париже Уж цепенел необозримый Рим Когда я вернулся в Москву ко мне пришла Ахматова расспрашивала про Париж Она была в этом городе давно до Первой мировой войны не знала подробностей его падению В представлении некоторых критиков Анна Ахматова поэтесса интимных чувств с крохотным мирком Анна Андреевна прочитала мне стихотворение написанное ею после того как она узнала о падении Парижа Когда погребает эпоху надгробный псалом не звучит крапиве чертополоху украсить ее предстоит и только могильщики лихо работают дело не ждет и тихо так Господи тихо что слышно как время идет а после она выплывает как труп на весенней реке но матери сын не узнает и внук отвернется в тоске и клонится головы ниже как маятник ходит луна так вот над погибшим Парижем такая теперь тишина в этих стихах поражает не только точность изображения того чего Ахматова не видела но и прозрение часто теперь я вижу ушедшую эпоху труп по весенней реке я ее знаю и не ошибусь а для внуков она не то призрак не то снесенный причал или перевернутая лодка мы покупали в лавке колбасу или консервы иногда обедали в ресторане убедившись что там нет немцев как-то раз я зашел в магазин чтобы купить литру вина хозяин мне сказал возьмите старое бургундское я его вам продам как разливное лучше чтобы вы его выпили чем немцы после нашего отъезда наверное обо мне говорили как о пьянице в комнате дипкурьеров осталось полсотни пустых бутылок с патетическими этикетками один из сотрудников посольства сказал мне что должен проехать в свободную зону в город Бриф и предложил его сопровождать он плохо говорил по-французски путь был таким Жиен Невер Мулен Клермон Ферран Руайя Бурбуль Бриф Лимош Орлеан Я многое повидал и развалины Жиена и разбиты бомбами Орлеан и кондитерскую в Руайя где весь Париж поглощал пирожные охал ахал и благословлял маршала на берегах Луары ищевалялись расплющенные машины солдатские шлемы игрушки военнопленные хоронили убитых беженцев люди ночевали в парижских автобусах Бастилия Мадлен Правительство в тот самый день прибыло из Бордо в Клермон Ферран Я должен был узнать где находится наше посольство Мне сказали что министры остановились в здании коллежа Я увидел сторожа старичка похожего на Вольтера Он закричал Нет слава Богу они не здесь Кажется в префектуре По коридорам префектуры носились ошалевшие сановники нельзя было ничего добиться Я заглянул в одну из комнат Вдруг кто-то на меня кинулся Что вы здесь делаете? Оказалось это кабинет Лаваля Один из беженцев ночевавший в поле рассказал мне что вместе с другими пытался убежать из Бордо в Испанию на испанские пограничники их не пропустили История не сродни классическому роману Она то пишет стихи на зауме которых никто не может расшифровать то переходит на древнейший жанр общедоступной притчи Я не раз в жизни пережил те чувства которые вдохновляли Маяковского когда он писал стихи о советском паспорте Гордился показывая мой паспорт злобным полицейским Гордился и когда меня арестовывали высылали отказывали в визах Гордился тем что я советский в 1936 году в Арагоне и 10 лет спустя в российских штатах Миссисипи Алабаме А вот в то к счастью недолгое время о котором я рассказываю мне было очень трудно как-то возле нашего посольства остановились две женщины судя по одежде работницы и салютовали гербу поднятыми кулаками Ротфронт полицейские их отогнали подъехала машина со свастикой гитлеровские офицеры решили нанести визит сотруднику посольства я все это видел в окно и мне было не по себе думаю читатели меня поймут я перетащил в посольство мой приемник и каждый вечер слушал Лондон 18 июня через 4 дня после вступления немца в Париж впервые выступил Деголь сказал что война продолжается призывал французов не подчиняться изменникам я слушал и радовался окно комнаты было открыто и двое полицейских дежурившие у ворот посольства тоже слушали один стоял вытянувшись по военному не знаю что он потом делал может быть Риана служил немцем но в ту минуту Дегольд для него был начальником второй скептически усмехался 13 июля в посольство пришла Анна Зеггерс за ней следили ей грозила смерть она просила помочь ей пробраться в свободную зону вишняки застряли в Париже мы у них часто бывали мы старались шутить вспоминали прошлое Андрея Белого Марину Пастернака застряла и Дуся с больной матерью она больше не смеялась говорила так тихо что страшно я читал из стихи Рансара о полдне и счастье лето было на редкость холодным часто шли дожди в кафе я разговаривал с немецкими офицерами они искали собеседников а меня принимали за француза некоторые говорили что прежде всего нужно расколотить англичан но большинство повторяло скоро мы почистим Россию откровенно с вполне понятной злобой они говорили о коммунистах о Советском Союзе один помню сказал сначала мы выкачаем из России нефть а потом кровь на площади опера играл военный оркестр победители сидели в кафе де ля пе загорали на солнце пили коньяк обсуждали дальнейшие походы Париж для них был прекрасным домом отдыха с бесплатными путелками наконец настал день отъезда погрузили нас ночью вместе с нами ехали шофер посольства повар делопроизводитель всего было кажется семь или восемь советских граждан в поезде набитом немецкими офицерами и солдатами один литератор которому когда-то показали исправительно-трудовой лагерь на вопрос как он себя там чувствовал ответил как живая лисица попавшая в магазин мехов так я чувствовал себя в том поезде ехали мы долго неделю я увидел развалины дуэ пустые города севера Франции немецкие надписи в Брюсселе пришлось задержаться мы переночевали в посольстве я поехал к Эленсу мне сказали что он успел выбраться брюссельцы угрюмо молчали границу мы переехали ночью дважды была воздушная тревога поезд останавливался я мечтал хоть бы англичане сбросили бомбу но полчаса спустя поезд шел дальше на вокзале Мюнхен Гладбах немки подавали победителям кофе и цветы потом был Берлин пришлось провести две ночи в гостинице на ее двери значилось евреям вход запрещен но я ехал не как Оренбург а как один из служащих посольства моей фамилии в документах не было а немцам нужны были советская нефть и многое другое они не хотели пререкаться из-за мелочей у нас были припасены чай сахар галеты сыр горничная которая принесла кипяток увидев сыр спросила Любу где мы достали такое лакомство Люба ответила привезли из Франции тогда немка воскликнула счастливые французы это меня обрадовало победители только что захватившие Данию Норвегию Голландию Бельгию Францию завидуют французам я видел их еще в 1932 году в Берлине накануне первой победы следил за всем что они делали помнил Испанию я их снова увидел в Париже и многому научился по своему характеру да и по воспитанию я человек 19 века я был склонен скорее к спорам чем к оружию ненависть мне далась нелегко это чувство не красит человека и гордиться им не приходится но мы жили в эпоху когда обыкновенные молодые люди порой с симпатичными лицами с сентиментальными признаниями с фотографиями любимых девушек уверовав что они избранные начали уничтожать неизбранных и только настоящая глубокая ненависть могла положить предел торжеству фашизма повторяю это было нелегко часто я испытывал жалость и может быть сильнее всего я ненавижу фашизм именно за то что он научил меня ненавидеть не только абсурдную бесчеловечную идею но и ее носителей я вернулся в Москву 29 июля 1940 года я был убежден что вскоре немцы нападут на нас перед моими глазами стояли ужасные картины исхода Барселоны и Парижа а в Москве настроение было скорее спокойное газеты писали что между Советским Союзом и Германией окрепли дружеские отношения я написал Молотову что хочу рассказать ему о положении во Франции о том что говорят немецкие офицеры и солдаты меня принял заместитель Молотова Лазовский его я знал еще по дореволюционному времени встречал когда он в Париже выступал на социал-демократических собраниях он слушал меня рассеянно печально глядел в сторону я не выдержал разве то что я рассказываю лишено всякого интереса Соломон Абрамович грустно улыбнулся мне лично это интересно но вы ведь знаете что у нас другая политика я все же оставался наивным думал что правдивая информация помогает определить политику оказалось наоборот требовалась информация подтверждающая правильность выбранной политики с Лазовским я работал в годы войны когда он был начальником Совинформбюро он остался в моей памяти человеком мягким глубоко порядочным он хорошо знал рабочий класс запада но никакой власти у него не было по любому вопросу ему приходилось запрашивать Молотова или Щербакова как начальник Совинформбюро он должен был руководить различными комитетами созданными в начале войны среди них и еврейским антифашистским комитетом Лазовский был арестован вместе с руководством этого комитета в конце 1948 года осужден и расстрелян в возрасте 74 лет а потом посмертно реабилитирован я естественно искал людей хорошо знавших и продолжавших ненавидеть фашистов пришел Богатырев выбравшийся из Чехословакии рассказывал о судьбе чешских друзей у Усиевич я познакомился с Василевской она мне рассказала о поэте Броневском приходили ко мне бывшие интербригадовцы Белов Петров Балер испанцы Локаса Альберто Санчо Саркас перелистывая записную книжку я вижу кто бывал у нас в зиму 1940-1941 года Кончаловский Фальк Штернберг Сурец Толстой Игнатьевы Лидин Эфрос Олеша Славин Ахматова Пастернак Вишневский Мартынов Луговской С ними мне было легко говорить Были и такие писатели журналисты которые считали что я рассуждаю не как советский гражданин слишком долго жил во Франции привязался к ней рисуя гитлеровцев сгущаю краски Однажды я услышал даже такие слова в то время диковинные Людям некоторой национальности не нравится наша внешняя политика Это понятно но пускай они приберегут свои чувства для домашних Меня это поразило Я еще не знал что нам предстоит Помню разговор с академиком Штерн Мы говорили о зверствах гитлеровцев об Испании о Париже о пакте Лина Соломоновна сказала Один ответственный товарищ объяснил мне что это брак по расчету Но я ему ответила что от брака по расчету могут быть дети Восемь лет спустя Штерн на себе узнала правильность своего прогноза Ее арестовали вместе с другими деятелями еврейского антифашистского комитета К счастью она не погибла Однажды в театре я встретил Дугласа так звали в Испании командира наших воздушных сил Смушкевича Он хромал опирался на палку Я сразу заметил на его груди две звезды героя Мы вспомнили Испанию Я радовался не все погибли Савич говорит что видел Хаджи Николаса А Григоровича я читал в газете а вот Дуглас командует военно-воздушными силами Я думал что опыт Испании поможет в надвигающейся войне Смушкевича арестовали и расстреляли за две недели до того как гитлеровцы напали на Советский Союз Нужно было работать писать да и найти место где меня осмелились бы напечатать Я хотел описать все что видел во Франции показать что быстрый разгром французской армии капитуляция Петена объясняется моральной слабостью страхом крупной буржуазии перед своим народом а вовсе не чудодейственной силой Рейхсфера Ведь дело теперь не в Петене а в том что скоро нам придется столкнуться с немецкой армией Я пошел в известие семь лет я работал для этой газеты Меня принял заведующий иностранным отделом спросил нет ли у меня претензий к бухгалтерии потом откровенно сказал что печатать меня они не будут В гослит издате мне рассказали что моя книга об Испании не смогла выйти задержала типография а тут подоспел пакт и набор рассыпали мне дали на память верстку не помню где я познакомился с Шейнисом работавшим в газете труд он объяснил что я не должен ничего писать о немцах а ругать французских предателей могу редакция попытается протолкнуть мои очерки действительно после длительных переговоров правок купюр мои очерки были напечатаны в труде я несколько приободрился потом мне прислали брошюру напечатанную в Женеве мои статьи из труда коммунисты их нелегально распространяли во Франции меня позвали на собрание московских писателей оно было драматичным оказалось что Сталин пригласил группу писателей назвал Авдеенко врагом и нападал на пьесы Леонова метель и Катаева домик мы должны были проголосовать за исключение Авдеенко из союза различные литераторы соревнуясь друг с другом поносили Леонова и Катаева я сидел и дивился надвигается война неужели Сталин так уверен в нашей мощи что может отдавать свое время литературной критике все мне было непонятно я терзался и не было мудрого бабеля к которому я когда-то приходил за объяснениями я писал стихи о Париже о войне о верности о смерти будет день и прорастет она из костей как сходят семена от сетей где севера треска до сахары праздного песка сколосятся руки и штыки зашагают мертвые полки зашагают ноги без сапог зашагают сапоги без ног зашагают горе города выплывут утопшие суда и на вахту встанет без часов тень товарища и облаков Вишневский редактировал журнал Знамя он взял мои стихи отобрал те где не было ничего о будущем и хотел напечатать в ближайшем номере вскоре он сказал что стихи задерживают в Нкиде лучше всего мне самому пойти туда поговорить заведующего отделом печати Нкида Польгунова я знал по Парижу где он работал корреспондентом ТАССа Николай Григорьевич меня дружески принял и сразу сказал что стихи где речь идет о падении Парижа можно печатать смущали его лирические стихотворения он долго перечитывал кончен бой над горем и над славой знойный полдень голубеет явор спрашивал скажите откровенно кого вы подразумеваете под явором я клялся что явор дерево разновидность клена что у Пушкина тоже есть явор я видел что Польгунов мне не очень-то верит он сказал вы понимаете какая нам неответственность в итоге он согласился пропустить и лирику я осмелел и послал в издательство рукопись сборника стихов верность по ночам я слушал передачи из Лондона на французском языке помню позывные похожие на короткий стук в дверь новости были невеселыми немцы сильно бомбили Лондон в одной из ночей я написал стихотворение в котором признался что судьба Лондона мне близка не туманами что ткали парки и не парами в зеленом парке не длиной а он длиннее сплина не трезубцем моря властелина город тот мне горьким горем дорог по ночам я вижу черный город горе там сосчитано на тонны в нежной сырости сирены стонут падают дома и день печален средь чужих уродливых развалин я дал стихотворение Вишневскому он сказал про Лондон никому не читайте и тотчас добавил Сталин лучше вас понимает ко мне пришел поэт прочитал свои стихи и сразу меня восхитил это был Леонид Мартынов он расспрашивал про войну про Париж говорил да и что-то добавляло погоде зима была суровая его стихи казались явлением природы шумливым летним дождем или такованием птицы мы проговорили полночи о силлобическом стихосложении Мартынов шевелил губами искал новую музыку 16 сентября я сел за роман падения Парижа пожалуй из всего что я написал эта книга больше всего напоминает традиционный роман хотя и в ней я не отказался от изобилия персонажей быстрого монтажа писал я ее с увлечением теперь я перечитал роман как будто мне удалось передать предвоенные годы Франции то что я где-то назвал загнанной внутрь гражданской войной но одни персонажи мне кажутся живыми объемными другие плакатными поверхностными в чем я сорвался да в том в чем и до падения Парижа и после него срывались многие мои сверстники показывая людей всецело поглощенных политической борьбой будто коммунисты Мишо и Денис будто фашист Брейтель я не нашел достаточного количества цветов часто клал белые и черные мазки видимо даже ненавидя плакатную литературу и высмеивая чересчур ретивых критиков я все же поддался известному упрощению напротив естественными выглядят другие герои повествования актриса Жанет симпатичный умный делающий глупости капиталист Дессер наивный инженер Пьер продажный политикан Тесса художник Андре наконец один из предтеч многих героев послевоенной французской литературы сентиментальный циник Люсьен 21 июня 1941 года я кончал 39 главу последней части оставалось написать семь коротких глав началась война мне было не до романа во время эвакуации из Москвы исчезла рукопись третьей части вернуться к роману я не мог и решил что он останется недоконченным в декабре однако мне сообщили что один из рабочих типографий где печаталось знамя подобрал разбросанные листы в конце января когда на фронте наступило затишье я дописал последние главы и роман был напечатан весной 1942 года тотчас вышел английский перевод и судя по случайно сохранившейся газетной статье в метро Лондона во время воздушных атак можно было часто увидеть читателей и читательниц с моим романом Вишневский когда мы встречались неизменно говорил о надвигающейся войне теперь опубликованы отрывки из его дневника в декабре 1940 года он писал ненависть к прусской казарме к фашизму к новому порядку у нас в крови мы пишем в условиях военных ограничений видимых и невидимых хотелось бы говорить о враге подымать ярость против того что творится в распятой Европе надо пока молчать Вишневский взял у меня рукопись первой части падения Парижа сказал что попытается ее протащить два месяца спустя как раз в тот день когда мне исполнилось 50 лет он пришел с хорошей вестью первую часть разрешили но придется пойти на купюры хотя речь шла о Париже 1935 1937 годов и немцев там не было надо было убрать слово фашизм в тексте описывалась парижская демонстрация цензор хотел чтобы вместо возгласа долой фашистов я поставил долой реакционеров я отказывался торговался денег у меня не было я начал выступать с чтением отрывков из романа слушали меня хорошо но и здесь пришлось столкнуться с трудностями однажды я читал главы романа в доме кино в перерыве мне сказали что пришел советник германского посольства который хочет меня послушать я запротестовал не буду при нем читать меня уговаривали девушка сотрудница Вокса изумлялась ну как можно так понятно что его заинтересовала тема он вообще очень культурный человек любит литературу потому что скажут там и она показала рукой на потолок я отвечал что вечер закрытый и что если в зал войдет фашист я уйду германскому дипломату сказали что вечер кончился и я дочитал отрывки о моих чтениях пошли толки мой творческий вечер отменили я попытался попасть на прием к секретарю союза писателей Фадееву но это оказалось безнадежным я писал статьи чтобы получить немного денег писал для 30 дней вокруг света глобуса ленинградской правды московского комсомольца почти все мои статьи браковались в любой строке редакторы видели намеки на фашистов которых остряки называли заклятыми друзьями как я сказал в ту зиму мне исполнилось 50 лет нет худа без добра мое шаткое положение избавило меня от лицемерных поздравлений и от адресов в дерматиновых папках пришли друзья Лапин смущенно улыбаясь наливал в рюмки ликеры из львова которыми москвичи тогда увлекались пастернак прислал мне письмо нам было столько лет когда мы встретились сколько с тех пор прошло сбережем что осталось из растраченных сил я часто в ту зиму хворал но мне хотелось не беречь силы а скорее их растратить слишком тяжелой была передышка известия становились все тревожнее с начала марта Лондон говорил что Гитлер готовится захватить Балканы наши газеты оставались невозмутимо спокойными я пошел на доклад о международном положении лектор обстоятельно рассказывал о хищной природе английского империализма я ждал что он скажет о Германии но он о ней вовсе не упомянул как-то я зашел в кафе метрополь за соседним столиком сидели немцы они пили и горланили я быстро ушел иногда я ходил в театр сдыхал когда бедная Эмма Бавари метала среди шума карнавала Алиса Коунын умела потрясать зрителей пошел на выставку Лебедевой мне понравились бегун голова калмычки на другой выставке я обрадовался краскам осьмеркина апрель был неспокойным шестого я услышал по радио о нападении немцев на Югославию и Грецию девятого немцы взяли Солоники тринадцатого Белград четырнадцатого апреля я встретил Вишневского он мрачно сказал о вашем романе разные суждения мы не знаем но насчет второй части ничего не могу сказать вторая часть относилась к событиям 1937-1938 годов немцы еще не появлялись кто ругает за что Севолод Витальевич ничего не ответил я знал что в Москву должен приехать Жан Рефер Блок его предполагали вывезти из Франции с группой советских служащих я просил иностранную комиссию союзописателей предупредить меня хотел встретить в комиссии однако решили что человеку в моем возложении лучше с иностранцами не встречаться я все же случайно узнал что блоки приезжают 18 апреля мы пришли с Любой на вокзал Жан Ришар и Маргарита плохо выглядели постарели но доверчиво улыбались друзьям в ободе в Москве полдня они мне рассказывали о жизни во Франции среди писателей мало кто сотрудничает с немцами новель Ревю Францесс жалкая подделка люди не верят газетам в маленьких городах часы когда лондонское радио передает по-французски улицы пустеют Ланжевен держится замечательно Арагон написал хорошие стихи 20 апреля я узнал что вторую часть падения Парижа не пропустили я пришел в скверное настроение но решил писать дальше 24 апреля я сидел и писал 14 главу 3 части когда мне позвонили из секретариата Сталина сказали чтобы я набрал такой-то номер с вами будет разговаривать товарищ Сталин Ирина поспешно увела своих пуделей которые не ко времени начали играть и лаять Сталин сказал что прочел начало моего романа нашел его интересным хочет прислать мне рукопись перевод книги Андре Симона это может мне пригодиться я поблагодарил и сказал что книгу Симона читал в оригинале эта книга потом вышла в русском переводе под названием «Они предали Францию» что касается автора Симона Катца то его казнили в Праге незадолго до смерти Сталина Сталин спросил меня собираюсь ли я показать немецких фашистов я ответил что в последней части романа над которой я работаю война вторжения гитлеровца во Францию первая неделя оккупации я добавил что боюсь не запретят ли третьи части ведь мне не позволяет даже по отношению к французам даже в диалоге употреблять слово фашисты Сталин пошутил а вы пишите мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть Люба и Ирина ждали в нетерпении что он сказал лицо у меня было мрачное скоро война я конечно добавил что с Романом все в порядке но я сразу понял что дело не в литературе Сталин знает что о таком звонке будут говорить повсюду хотел предупредить видимо в конце апреля Сталин был встревожен да и трудно было после захвата Югославии полагаться что Гитлера остановит пакт однако прошло два месяца и нападение все же застало нас врасплох вину взвалили на некоторых военных среди них был танкист которого я не раз встречал в Алкало и у Гвадалахары генерал армии Павлов его расстреляли я пошел в знамя рассказал про телефон и звонок Вишневский просиял признался что его сильно ругали в ЦК при мне Вишневскому позвонил тот самый товарищ который его ругал сказал что произошло недоразумение по различной редакции звонили просили отрывки из романа я встретился с Фадеевым Александр Александрович был человеком крупным и сложным я узнал его в послевоенные годы а в 1941 году он был для меня начальством и разговаривал он со мной не как писатель а как секретарь союза писателей объяснил что не знал как может измениться международная обстановка привожу записанную тогда его фразу с моей стороны это было политической перестраховкой в хорошем смысле этого слова вскоре после этого разговора в клубе писателей был вечер армянской поэзии председатель Фадеев увидев меня сказал просим Оренбурга в президиум я познакомился с прекрасным поэтом Аветиком Исаакяном Фадеев на вечер сказал о нем что солнечная Армения дала ему счастье и что он перестроил свою лиру Исаакян расспрашивал меня о трагедии Франции он долго прожил в этой стране и говорили мы по-французски он спросил читал ли я перевод его поэмы Абул Алмари я сказал что читал по-французски один отрывок он задумался нужно уметь уходить это самое важное вот вы рассказали о том как уходил Париж но и этого мало я недавно много думал о Толстом он тоже ушел нас прервали я глядел на его лицо и не мог наглядеться вот уж не солнечное старое не старостью человека а веками истории горе камней крови да и нельзя перестроить лиру для меня это было короткой вылазкой рыба нырнула в воду в мае я ездил в Харьков Киев Ленинград встретился со многими старыми друзьями с Лизой Полонской Тыняновым Кавериным Ушаковым Форш познакомился в Харькове с молодым студентом который писал стихи Борисом Слуцким в Киевской гостинице Континенталь танцевали за нашим столиком сидел молодой поляк он рассказывал о немцах в Варшаве Софья Григорьевна Долматовская заплакала в Ленинграде в европейской гостинице пьяные немцы кричали Гох Я выступал в Выборгском доме культуры меня закидали вопросами правда ли что немцы собираются нарушить договор или это английская провокация Немцы заняли Грецию Сталин стал председателем Совнаркома Гесс приземлился в Англии предлагал мир Черчилль заявил что самые трудные испытания впереди вот записи тех дней 21 мая звонили из Пура напишите о немцах но так чтобы это выглядело как план вашего романа для военнослужащих Шенис звонил статью в труде задерживают все говорят о войне 23 мая бои на Крите инструктор Райкома незачем паниковать немцы соображают 2 июня англичане оставили Крит 3 июня в 30 днях сняли мою статью Лондон сообщает что из Москвы выслали греческое посольство 5 июня вечером была Анна Андреевна не нужно ничему удивляться 11 июня Жан Ришар Блок заказали статьи на не печатает 7 июня с Качаловым и Москвиным что же стало с Францией мы ничего не знаем 9 июня Толстой сказал что получил письмо от Бунина немцы способны на все 10 июня Сурец самое опасное это духовная демобилизация 11 июня вечер в Нкиде почему вы не обличаете в романе английский империализм 12 июня радио выступление американского журналиста Дюранти немцы сосредоточивают на востоке около сотни дивизий 13 июня опровержение Тасса вечером читал в генеральном штабе 14 июня лондонское радио настаивает немцы сконцентрировали на советской границе огромные силы читал у пограничников вот пели если завтра война что делали грохоты слишком много 17 июня Кармен показывал фильм о Китае похоже всюду только китайцы не убегали а уплывали по реке читал политрукам спрашивали правда ли что звонил Сталин нужно сделать некоторые выводы 18 июня у Польгунова долгие переговоры пакт Германии с Турцией 19 июня Лондон сообщает что немцы усиливают подготовку Финляндии выступал для летчиков гражданского флота один послал записку у нас часто встречается несложное но оригинальное устроение ума 20 июня жара из труда звонили слишком остро 21 июня читал на заводе председатель сказал ныне остров мы гигантский материк мира записка хочется материться когда слышишь такое 21 июня прошел сильный дождь Люба собиралась в воскресенье поехать за город снять дачу 22 июня рано утром нас разбудил звонок Мильман немцы объявили войну бомбили советские города мы сидели у приемника ждали что выступит Сталин вместо него выступил Молотов волновался меня удивили слова о вероломном нападении вероломство предопределяет нарушение обязательств чести или хотя бы простой честности трудно причислить Гитлера к людям имеющим какое-либо представление о порядочности что можно было ждать от фашистов мы долго сидели у приемника выступил Гитлер выступил Черчилль а Москва передавала веселые залихватские песни которые меньше всего соответствовали настроению людей не приготовили ни речей ни статей играли песни потом за мной приехали повезли в труд в красную звезду на радио я написал первую военную статью позвонили из Пура просили зайти в понедельник в 8 часов утра спросили у вас есть воинское звание я ответил что звания нет но есть призвание поеду куда пошлют буду делать что прикажут поздно вечером на Ордынке я увидел парочку молодая женщина плакала мужчина ей говорил да ты не убивайся слышишь Лёля я тебе говорю не убивайся это был самый длинный день в году и он длился очень долго почти 4 года день больших испытаний большого мужества большой беды когда советский народ показал свою духовную силу я не убивайся не убивайся Продолжение следует...